вот теперь я включил микрофон александр великий привет александр риэлта привет так александр великий сдвинься немного я хочу посмотреть на слова диалектическая логика о хорошо но в таком случае у нас уже началась трансляция вот надпись диалектическая логика мы увидели александр занимай пожалуйста свое место удобная а вот а мы окунемся в тему диалектическая логика вася привет привет итак на предыдущих занятиях мы говорили о том что существуют две логики как системы делания из посылок выводов а что логика как система представляет собой три взаимосвязанных закона по которым именно из посылок делаются выводы и основным законом является закон тождества запись его в логике а точнее формальной логике выглядит как а равно а это закон тождества и он означает что предмет наших рассуждений должен быть одним и тем же на протяжении всего процесса нашего рассуждения что если мы о чем то говорим то мы говорим именно об этом если мы говорим о петре мы говорим о петре если мы говорим о каком-то процессе явление объекте формальная логика не делает различие о чем бы мы не говорили мы должны говорить именно об этом соответственно пределом этого требования я формальная логика является определение ну или еще дальше математическая формула например сила это то-то 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 энергия это то-то 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 Скорость – это то-то, то-то, то-то. И, соответственно, за всем за этим стоят формулы. Уже я не помню эти физические формулы, но сейчас будем вспоминать, что, например, ускорение – это скорость, деленная на время. Поправьте меня, если я не прав. Ну, неважно. Разная скоростей. Деленная на время в квадрате. Вот, тем более. Разная скоростей на время. Я помню, что ускорение – это, значит, у нас что это получается? Производная от скорости. Первая производная пути – это скорость. Вторая производная – ускорение. Ну, как-то так. Неважно. Для того, чтобы это вспомнить, достаточно нескольких секунд. Ну, или окунуться в эту тему. Важно здесь, что любое явление природы, любой физический процесс, когда мы рассматриваем, мы говорим, скорость – это вот это, ускорение – это вот это. И даже когда мы не можем дать четкого определения время – это вот это, то все равно каким-то образом мы это определяем. И, собственно говоря, вот формула – это предельное выражение этой определенности. Этот подход действительно работает и необходим в математике, физике, ну, и дальше в других естественных науках, поскольку они математизированы, поскольку они объективны. Если что-то можно вычислить, ну, значит, это критерий объективности. Если чего-то вычислить нельзя, сосчитать нельзя, ну, значит, это приблизительное знание. Примерно так это выглядит. Примерно так это выглядит. На нижнем уровне процессов, на нижнем уровне сложности процессов. То есть в физике, в математике и в физике, а точнее даже в таком разделе физики, как механика. Тело катится. И мы вычисляем скорость, ускорение, импульс, пройденный путь и так далее. Все очень хорошо. Как только мы переходим к более сложным областям, даже областям физики и математики, не говоря уже, что мы выходим за пределы, ну, например, мы выходим в то, если мы берем ту же науку, мы выходим в биологию, то там уже сложнее. Там уже сложнее математизировать процессы, математизировать явления. И, соответственно, там меньше возможностей сделать знание объективным, то есть укладывающимся в формулы и определения. Тем не менее, есть области, есть отрасли, где вот эта точность, эта четкость, это взаимно однозначное соответствие, это то, о чем мы говорим, должно быть то, о чем мы говорим, оно развивается. Это мощная область, и она постоянно перед нами. Это технологии, это программирование, это вся техногенная сфера мира. Все телевизоры, все космические ракеты, все автомобили, все заводы, все технические средства, там свято соблюдается формальная логика, там свято соблюдается принцип «а должно быть равно а», там свято соблюдается принцип, что должны быть четкие термины, что все должно быть определено предельно. И это требование, эта распространенность этого подхода, этого мышления в окружающей нас цивилизации, она заставляет людей, независимо от уровня их образования, образования могут быть разные, и независимо от уровня их, так сказать, философского проникновения в действительность, вот этот навязываемый средой обитания, я меньше всего имею в виду горы и реки, а имею в виду науку, технологию, образование в обществе, все эти предметы в школе, то есть они навязывают или другими словами формируют у человека соответствующее мышление, которое выглядит примерно так. Если мы о чем-то говорим, это нужно определить, то, что мы определяем, нужно довести до предельной точности ясности, чтобы наша терминология, чтобы используемые нами термины однозначно отражали реальность, чтобы это можно было математизировать, представить математической формулой, и вот такое движение к объективности заложено в менталитет современного человечества. Однако здесь есть и проблемы. Как только мы уходим из областей физики и математики, как только мы выходим в такие более сложные области, как даже биология, то есть там, где вместо мертвых предметов и частиц появляются живые системы, там мы сразу же сталкиваемся с таким явлением, что в процессе движения объект изменяется. В процессе движения во времени объект переходит из одного состояния в другое. Он перестает быть тем, чем он был, и он становится тем, чем он не был. Или другими словами, а превращается в не-а. Но для того, чтобы нам не сойти с ума, для того, чтобы нам идентифицировать объекты окружающего мира, мы не обращаем на это внимания. И мы говорим, вот этот человек, которому 12 лет, и через 60 лет этот человек, которому 72 года, это один и тот же человек. Это одно и то же, говорим мы. То есть мы готовы принимать, что а, которое превратилось в не-а, а, которое не равно а, мы готовы его рассматривать как а. Сама эта готовность превращает всю ситуацию в классическую диалектическую формулу. В формулу диалектической логики. В главную формулу диалектической логики. К формулу закона тождества в диалектической логике. И если формальная логика эта формула проста, а равно а, он равен ему, я равен себе, ну и так далее, и так далее, Красное – это красное, а скорость – это скорость, то в диалектической логике эта формула принимает совсем другое значение, совсем другую запись. Она записывается «А равно А» и одновременно «А равно не А» или «А не равно А». На том примере с 12-летней девушкой и 72-летней старушкой видно, что А равно А – это тот же самый человек с теми же самыми правами, которые позволяют ему быть стабильной единицей общества, владеть собственностью, идентифицироваться в мире отношенческом, документальном, юридическом. И одновременно «А не равно А». И 72-летняя старушка – это совсем не 12-летний ребенок. Это пример для того, чтобы показать, что такое «А равно А» и одновременно «А не равно А». Но таких примеров бесконечное множество. Любое явление, которое развивается, будь то революция, государство, культура, сюжетная линия в романе, человек, экология, экосистема, проект, компания, военная война. Любой процесс в экономике, любой общественный процесс, любое внутреннее созревание человека и его понимание, что дружба – это вот это, а потом вот дружба – это вот это. Действие – это вот это, а так действие самостоятельное – это совсем не то. Самостоятельное мышление – это самостоятельное мышление, а оказывается это совсем другое. Так вот, любой живой процесс на уровне чуть выше, чем физико-математические процессы, то есть когда мы рассматриваем живую природу, когда мы рассматриваем явления, процессы, нечто, что имеет начало и конец, рождение, развитие, изменение, смерть, возрождение – феникс. Вот для всего этого класса явлений и процессов, для всей этой вселенной этих процессов закон А равный А представляет собой какой-то школьный закончик, написанный в самом начале плоскомелом на асфальте входа в эту вселенную. Потому что вся эта вселенная работает не на основе этого закона, а на основе закона А равно А и одновременно А не равно А. Поэтому все современные последователи формальной логики, независимо от того, думают они об этом или не думают, строят какие-то теоретические предпосылки, высказывают какие-то аргументы или просто так действуют, исходя из своего менталитета, из некой ментальной и культурной традиции. Все приверженцы формальной логики представляют собой тонкий слой начинающих детей, которые стоят на входе в громадную вселенную, где вот палочками, которые ребенок считает, это только начало для того, чтобы войти в мир познавания жизни, познавания настоящих процессов. И все процессы, которые придется познавать людям, они все устроены по формуле А равно А и А одновременно не равно А. Простейший пример, который я приводил, это то, что существует круг и треугольник. И как бы ты их не пытался совместить, они не совмещаются. И будут сторонники круга, и будут сторонники треугольника, и они будут воевать друг с другом, отстаивая свое видение мира, которое не совпадает с противоположным. Причем для приверженцев, ну, очевидно же, треугольник, а для приверженцев другой точки зрения очевидно, не менее очевидно, круг, и договориться они не могут. И вот эти вот бесконечные войны тупоконечников с остроконечниками, которые описывал декан, как мы выяснили в прошлый раз, собора имени святого Патрика Джонатан Свифт, предстоятель, декан англиканской церкви. Вот эти войны между тупоконечниками и остроконечниками, которые он описывал, по крайней мере, улыбаясь, слово «надсмехаясь» не подходит для людей, которые видят такой объем. Почему я говорю объем? Потому что круг и треугольник – это плоско, а видеть можно и нужно конус. И тогда вот так посмотришь на конус – это треугольник, а так посмотришь на конус – это круг. И круг – это всего лишь проекция конуса, а треугольник – это тоже проекция конуса, и нет никакого круга, и нет никакого треугольника. А есть конус и его проекции. Нет никакой особой специальной сущности круг. В том мире, в том описании, о котором я сейчас говорю, нет никакой особой сущности треугольника. Есть единая сущность. Конус, который так развернешь, и вот мудрецы ощупывают лапу слона, так развернешь, и вот мудрецы ощупывают его хобот и говорят, слон похож на веревку, говорят те, кто ощупают его хвост. Нет, слон похож на колонну, говорят те, кто… А вы неправильно, вы ничего не понимаете, те, кто ощупывают ногу. Старинная сказка. А процесс, который видит исследующий его человек, это вовсе не круг и вовсе не треугольник. Круг и треугольник – это проекция, это модель, это упрощенное видение. Именно видение – это не действительность, не мир, а видение этого мира под некоторым углом. Тогда это круг. А сам процесс находится в пространстве больших измерений. У него бесконечное количество аспектов. Он ежесекундно представляет из себя то, которое не то. И непонимание этого заставляет людей, видя проекции, думать, что они видят мир и яростно отстаивать свое видение мира. Даже само понимание того, что человек видит модель, свою модель, уже делает его более терпимым в отстаивании своего взгляда и более приспособленным для того, чтобы искать дальше все более адекватную модель. И совсем другое, когда человек не понимает этого. Когда он думает, что он видит не модель, а он думает, что он видит мир. И, соответственно, он понимает, что другие неправильно видят этот мир. Ну, не видят этот мир. И вот этот тупоконечник начинает бить остроконечников. Ну, потому что они действительно не понимают. Разница между моделью и миром примерно такая же, как между конусом и проекцией или между потоком и срезом потока. Вот поток континуальный, бесконечный. Количество, условно, частиц там бесконечно, потому что это вот воплощение продолжено. А срез его, да тем более срез, рассматриваемый сознанием, это некое сечение, в котором существует какое-то количество считаемое, и просто даже считаемое, элементов и какое-то количество связей. Ну, например, 5-6 элементов. Почему я говорю 5-6? Потому что модель не обязана содержать все элементы. Тем более, если мы говорим о том, что в самом явлении бесконечное количество аспектов или бесконечное количество элементов. Элементов, связей, точек рассмотрения. Поэтому модель, как в физике, должна быть первая, вторая, третья, четвертая. Дано то-то. Она конечная. И тогда, оперируя этим конечным количеством объектов, мы с помощью нашего интеллекта можем находить, определять неизвестные элементы. Удобно? Так мы рассматриваем жизнь? Нет, так мы рассматриваем модель. И если рассматриваем модель, мы забываем, что это модель. А в бытовом пространстве, в обычном пространстве, в пространстве за пределами математики, люди рассматривают не модель, а жизнь, несмотря на то, что они рассматривают модель, а не жизнь, то, которое не то. Это тоже один из терминов диалектической логики. То вот тогда вот такое рассмотрение приводит к ошибочным взглядам, к ошибочным решениям, к ошибкам, к неадекватности, к неадекватности восприятия, к неадекватности выводов и к неадекватности действий на основе этих выводов. И, соответственно, тогда получается постоянная ситуация, что в каких-то масштабах небольших пространства или времени человек, один человек, группа людей, большая группа людей, все человечество получает выигрыш. А если это рассмотреть в больших масштабах, оно получает колоссальный проигрыш, потому что оно неадекватно, потому что его рассмотрение, создание им моделей неадекватно, потому что все свои модели она строит так, что она, рассматривая треугольник, забывает о конусе, а точнее она о нем и не хочет помнить и не может помнить. Кто-то не может помнить, потому что его сознание, так сказать, выпистовано совсем в другой традиции, а кто-то не хочет, потому что, ну, это геморрой совершенно несчетный. А, ну, люди, надо же как-то... Что ж мы будем идти в те области, где мы ничего не можем и только будем там путаться? Поэтому мы считаем, что нужно. Это же смешно. Я считаю некую модель только потому, что я ее могу посчитать, а все остальное за пределами бесконечное я в расчет не принимаю. Понятно, что когда кто-то не принимает по причине глупости, например, считая, что это мелочь, хотя эта мелочь может быть самая главная в этом процессе сейчас, самый главный фактор, и именно эту мелочь нужно включать в модель. Но есть и такой вариант, что человек не включает в модель нечто, потому что, ну, слишком много всего нельзя посчитать, и вот нужно, да тем более еще какому-то сроку выдать результат, да еще как-то. И вот, вот я считаю, все равно, вот хорошо, да, хорошо. Но это напоминает то, что когда человек, потеряв ключи, ищет их под фонарем. Ну, это разумно. Это разумно искать ключи там, где светло, потому что там, где темно, ты их не найдешь. Но это не имеет никакого отношения к тому, чтобы найти ключи. Это имеет отношение лишь к тактике поиска. И поэтому, если ты потерял ключи, и здесь фонарь, ну, ищи их под фонарем. Если тебе повезет, то ты там их найдешь, и будешь счастлив, и найдешь быстро. Но это совсем не имеет отношения к тому, чтобы ты нашел ключи. Но это тонкое различие. Поэтому, с одной стороны, когда человек ищет под фонарем ключи, ну, это дурость несусветная. С другой стороны, совершенно правильная тактика. И вот, как мы говорили, что если спираль вращается, и вот это вот на круге один полюс, другой полюс. А если это спираль, то вот и идет. Там тезис, антитезис, синтез. Посылка, отрицание, отрицание, отрицание. И вот, вот оно идет. Так, посмотришь, поиск ключей под фонарем – это глупость. Так, посмотришь, совершенно правильная тактика. Так, если человек все это забыл и воспринимает это как абсолютно свое правильное действие, без вообще внимания ко всему остальному, но опять эта дурость вращается. Или, другими словами, неадекватная модель действий, которая возникает из неадекватной модели рассмотрения, которая, в свою очередь, возникает из неадекватной логики рассмотрения. А неадекватность или адекватность логики при рассмотрении процессов явлений сводится к одному. Или мы рассматриваем мир на основе закона тождества А равно А, или мы понимаем, что все процессы в мире устроены как А равно А и одновременно А не равно А, и рассматриваем на основе этого закона, этой основы нашего моделирования. Проблема в том, что если мы приняли платформу А равно А, то, в принципе, мы, как нам кажется, мы можем исследовать все, что угодно. Нам только нужно уточнить термины. Но занятие это совершенно глупое, потому что если у тебя любое явление содержит бесконечное количество аспектов, то уточнять термины ты будешь бесконечное количество времени и никогда их не уточнишь. А до тех пор, пока ты не уточнил, ты будешь или стоять в той позиции, что ты не можешь делать выводы, не можешь искать решения, либо делаешь их совершенно приблизительные, левые, неадекватные, потому что, ну, не можешь, но надо. И ты ищешь ключи под фонарем. Проблема, когда ты переходишь от закона тождества А равно А к закону тождества А равно А и одновременно А не равно А, что у тебя начинают расплываться все границы, все формы, все твое видение. И так ты идешь, мир сложный, там много всего этих элементов, и ты должен какой-то твердой лопатой под названием формальная логика это все копать. А теперь ты копаешь такой лопатой, от прикосновения которой текут границы, текут формы. Ну, прям сюрреализм какой-то. Сальвадор Дали тотально. Меня поймут те, кто увлекаются художественным творчеством. Я понимаю какой-нибудь импрессионизм, постимпрессионизм. Там хоть что-то можно различить. Там хоть что-то похоже на правду, хотя это правда впечатление, эмоции, правда субъективная, но она все равно правда. Я даже понимаю некий пуантилизм, где точками что-то там такое, а в результате тоже образ. Некоторые мне тут вот я вижу подсказывают, что даже кубизм это хорошо. А сюрреализм принципиально отличается тем, что вроде то, но все искаженное. Ни к чему руку не приложишь. Оно все течет, все текущее время, текущее пространство, текущие образы, текущие смыслы. Это и есть сюрреализм. И как в нем разбираться? Конечно, любое человеческое сознание хочет выскочить в сторону четкости, где А равно А, где равнясь смирно, шаг вперед, шаг назад. Где можно четко говорить, рассматривать, командовать, не заморачиваться. Заморачиваться. И это ошибка. Дело в том, что когда мы говорим о диалектической логике, там вовсе нет такого, что вот мы просто видим вот это все текучее. Не так. Не тот философ, я исхожу из того, что философом может быть только человек, который видит это, чье мышление работает на основе диалектической логики, который постоянно видит мир, где то, которое не то. Но этого мало, чтобы быть философом. Философ, который вот так тонко видит окружающую Вселенную, эти текучие образы, границы, это бесконечное количество аспектов. Я еще не говорил о контексте, потому что каждый аспект, и все они вместе могут быть погружены, ну, точнее, они погружены в бесконечное количество контекстов, позиций для рассмотрения вот этого бесконечного числа аспектов и каждого из них. Умножить бесконечность на бесконечность и возвести в степень бесконечность вот так выглядит мир. А это полная текучесть, полная неопределенность. Люди хотят уйти в определенность, поэтому а равно а, поэтому ходить с троем, как бы кто ни ходил. И восприятие того, что предлагает диалектическая логика, как уход в сюрреализм и в невозможность увидеть, высказать, сделать что-то определенное. Но это не так, это ошибка. Дело вот в чем, что философом, который видит мир в этой сложности, может считаться не тот, кто видит всю эту сложность, а тот, кто в каждый конкретный момент, видя эту сложность, запредельную сложность, бесконечность, умножить на бесконечность, возвести в степень бесконечность, так вот, видя все это, он в каждый конкретный момент может сказать направо-налево. Направо-налево. Направо или налево. Стой или иди. Единица или ноль. Истина или ложь. Да или нет. То есть в каждый конкретный момент, с учетом всех этих бесконечностей, он может дать четкий вывод, четкое решение, четкий управленческий импульс, четкий взгляд на действительность, из которого следует четкая программа действия, из которого может быть развернута четкая программа действия. Вот это философ. И тогда получается, что четкость, как в случае, когда ваше мышление на основе диалектической логики, в случае, когда оно на основе формальной логики и в случае, когда оно на основе диалектической логики, точность, четкость одинаковая. А вот адекватность совершенно разная. Те, чье мышление на основе, работает на основе формальной логики, они находятся в плоском предбаннике перед Вселенной. И все их видение, оно плоское, неадекватное и не работающее за пределами арифметики, геометрии и такого раздела физики, как механика. Квантовая физика больше не подчиняется. А физика – это просто. Это шарики, ну, грубо говоря. По сравнению с человеком, каждый из которых уникальный мир и делает, и ладно, общество. Ну, хорошо. Это простые корпускулы или волны. Так вот, получается, что адекватность разная, четкость одинаковая, ну, по крайней мере, одинаковая. В случае диалектической логики она еще больше. Почему? Потому что в формальной логике четкость, она в каждом акте. Рассмотрели, отрезали, отрезали, срезали, рассмотрели, определили. А в диалектической логике, помимо этого, еще существует четкость линии. То есть, несмотря ни на что, ни на какие изменения окружающей среды, ни на какие обстоятельства, ни на какие изменения внутреннего состояния, линия выдерживается. В формальной логике этого сделать невозможно, потому что она не рассматривает линии. Она рассматривает срезы, объекты, частицы, объекты, конкретные кусочки Вселенной. И лишь диалектическая логика рассматривает и приспособлена для того, чтобы рассматривать процессы, продолженности. Нечто, что является объединением вот этих вот элементиков, которые рассматривает формальная логика, объединением сложным, протяженным во времени, неважно иерархия, не иерархия уровней, важно, что протяженное во времени и меняющееся. От 12-летнего до 72-летнего превращаясь в абсолютно что-то другое, но оставаясь по-прежнему тем же самым. И вот только видение этого, понимание этого позволяет выдерживать четкую линию на протяжении всего процесса. Но если ты этого не видишь, если ты занят только 12-летним срезом, или 72-летним срезом, или 36-летним, у тебя нет понятия линии. И в этом смысле ты будешь метаться, и четкость твоя будет небольшая. В каждом случае ты никак не привязан к этой единой системе координат, единого процесса, единой линии. И поэтому четкость, когда мы говорим о более сложных процессах, чем это просто катится шарик с горки, вот эту четкость может дать только диалектическая логика, только мышление на основе диалектической логики. Итак, формальная логика дает четкость в элементах, а диалектическая логика способна давать четкость и в элементах, и в линии, в которую выстраиваются, должны быть выстроены эти элементы, как некие шаги процесса. Этих шагов может быть сто, а может быть даже бесконечное количество. И этим занимается диалектическая логика, а формальная даже не ставит такой вопрос. Поэтому четкость, по крайней мере, у диалектической логики такая же, как у формальной логики, а адекватность гораздо выше. Почему? Ну, потому что все процессы во Вселенной устроены по принципу А равно А, и А одновременно не равно А. И всякая попытка загнать эти процессы в А равно А, дружба – это то-то, революция – это то-то, Я – это то-то, это всего лишь навсего попытка выдать треугольник или круг за существующий объективно объект. Да нет, это модель, это схема, это тесный сапог, в который нужно засунуть ногу смысла, и то в ногу-то можно засунуть, но это вот как взять что-то живое и попытаться его держать в ящике. Я не имею в виду хомячка, я имею в виду некий вот такой вот чуть ли не газообразное существо, типа ангела. И вот мы его в эту вот бочку, и вот расти там, ну, уродство какое-то. То есть любая попытка загнать живое, неважно, что это, образование, сознание молодого человека, общественные процессы, в какие-то рамки, тупые, примитивные, простые, ведет к катастрофе. Тут даже нечего говорить, что это там морально, не морально, еще что-то, еще какие-то оценки давать. Да все равно какие оценки давать, потому что в основе лежит, что это настолько извращающий жизнь процесс, что он обязательно ведет к катастрофе. И тогда возникает вопрос, так что же в жизни? Не нужны никакие рамки, никакие ограничения, никакие границы? Да нет, ребята, это точно так же, как спор тупоконечников с остроконечниками, как тех, кто претендует на круг и пропагандирует треугольник. Ничего этого нет. Потому что в жизни своей, как человек, так и общество, постоянно сталкиваются с тем, что есть правила, есть границы, и в то же время есть изменение этих границ, есть изменение этих правил. Ну, представьте, процесс, вот он такой, потом он немного меняется, меняется, меняется. Вот процесс 12, 72, все постепенно меняется. И здесь меняется. Меняется система ценностей внутренняя отдельного человека, меняется общественная. Здесь нет никакой проблемы. Здесь даже нет проблемы, чтобы, а вот это вот, что вот мы будем так нарушать, будем установление, или наоборот, значит, вот их соблюдать. Да нет такого. Вот ты, девочка, будешь расти, или ты будешь оставаться той же самой? Нет такого в живых процессах. Есть ограниченный менталитет, который смотрит на мир и думает, что мир должен быть таким. И что вот та примитивная модель, которую он видит, девочка должна быть девочкой, она не предполагает того, что человек понимает, что это какая-то модель, причем простая. Он думает, что вот это вот мир. А девочка, она все равно вырастет. У нее все равно появится мальчик. А потом и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти вот изменения, это точный аналог того, что, так что, значит, никаких там границ, или где их проводить? Вот где проводить, другой вопрос. Если ты их проводишь с учетом всего-всего и своего понимания, как устроена Вселенная, что она работает на основе А равно А, и одновременно А не равно А, вот тогда ты правильно проведешь границы. Вот это можно, вот это нельзя. Почему? Потому. Хорошо не хочешь, потому более подробно вот так. Но твое объяснение, как и твои основания, почему должны быть границы проведены так, это будет не произвольное метание мозга, а это будет решение философа, который с учетом всего-всего в данной конкретной ситуации, с учетом всех бесконечных аспектов и контекстов, в данной конкретной ситуации говорит, направо или налево, «Стой или иди, можно или нельзя, граница здесь». В чем важность границы? Да потому что любое ограничение – это и есть форма. Форма – это ограничение. Ограничение – это форма. Убери ограничение, рассыпется форма. Как на физическом, так и на общественном уровне, так и на идейном, так и на уровне норм, правил. От уровня планет до уровня идей форма создается ограничение. Пять органов чувств, пять каналов восприятия. Каждое чувство ограничено в диапазоне. Хотите больше органов чувств, хотите больше диапазонов, ну, тогда вы будете видеть сквозь стену, исчезнут краски, которые вы видите перед собой на стене, исчезнут краски мира. Пожалуйста, вот зрение уходит в рентгеновский диапазон, ну, потому что это все диапазон электромагнитных колебаний. Вот в неком диапазоне – это область видимого света. Чуть вниз – это ультрафиолетовый, вверх – это инфракрасный. Если вниз, ну, вниз к нулю, да, все усиливаем, все сокращаем частоту, все более высокочастотное. Вот там уже рентгеновское излучение. А если в другую сторону, вот там появляются радиоволны. И вот, представьте, у нас весь этот диапазон. А радиоволны, как вы знаете, проходят через стены. Мы-то видим благодаря тому, что мы видим отражение, волн этой волны, волн этой длины. А вот они проходят через стены. Все, мир рассыпается, мир становится прозрачным. Мы ничего не видим. Форм нет. И так совсем раздвинем границу, и мы перестаем это воспринимать. Форма исчезает. Во всех древних мифах Вселенная родилась из хаоса. И хаос дети представляют, ну, что такое темное, черное, там как-то глыбы сталкиваются под какими-то непонятными углами и чуть ли не без законов движения. Да нет. Хаос – это отсутствие формы. Хаос – это отсутствие ограничений. Хаос – это полная свобода. Хаос – это весь спектр будущих возможностей. И потом там появляются границы. Такие, 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 бац, и уже, как в древнегреческой мифологии, родилась, значит, вот земля, гея. Бац, и родила она урана, небо. И так далее, и так далее. А вначале был хаос. Это хаос только позже родил, по древнегреческой мифологии, эрэб, мрак, и что-то там еще, какие-то артар. И это правильная точка зрения. Отсутствие форм – это безвидность. Земля была безвидной, что-то там не носилось. Безвидность, бесформенность. Соответственно, если мы смотрим на тело человека, которое должно быть ограничено, структурировано, не фарш, а здесь то-то, 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 тонкая система организации. Множество уровней под уровней. Если мы смотрим на человеческое общество, на любую традиционную общество, современную общество, это масса-масса всяких таких тонкостей и сложностей, которые не позволяют нам, например, видеть общество Японии или видеть общество Индии, они другие. Кастовая система Индии жива до сих пор, европейцы ее не видят. Японцы по-прежнему считают себя выше всех остальных народов. И мало того, они имеют право так считать. И масса-масса всего, что ни люди, ни народы не афишируют. Ну, я просто привожу как примеры тончайших внутренних структур, которые внутри структуры знают все, а вне этой структуры даже не подозревают. Точно так же слои общества. Вот все здесь присутствующие принадлежат какому-то уровню слоя общества. по критериям образования, возраста, благосостояния, профессиональных качеств тире ограничений, границ. И вы даже себе не представляете, как живут другие слои, слойки, страты, подстраты этого общества. Вы даже не представляете, как вы можете это представить, если их бесконечное количество, образованных по социальному, гендерному, по принципу увлечений и чего только нет. Включая скрытую кастовость. Это очень сложный организм. Любое общество, любая система идей, любой человек. И вот вся эта сложность, она достигается ограничениями, тире формами. Вложенными в друг друга, сосуществующими друг в друга, переходящими из одна в другой. Поэтому, безусловно, когда мы смотрим на мир, на физический мир, когда мы смотрим на социальный мир, когда мы смотрим на мир человеческого тела, его индивидуальных идей или общественных идей, это все ограничения, 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 ограничения или, другим словом, формы, 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 формы. И вот у нас возникает один вопрос, прецедент. Вот во всем этом гигантском мире форм у нас возникает вопрос. Простой вопрос. Если мы руководим, прокапывая до какого-то уровня, потому что мы не можем руководить всеми процессами, если мы руководим чем-то, а руководим мы всегда одинаково, палочкой, как же регулировщика, чтобы поток пошел туда, поток идей, поток людей, поток товаров, поток развития. Вот как нам так махнуть палочкой, чтобы это было оптимально, учитывая, что когда поток куда-либо идет, что-то у нас улучшается, а что-то обязательно ухудшается. Сюда прибывает, а отсюда убывает. В этом смысле образ Тришкин-Кафтан, вот это вот, Крылов, то есть это образ любой ситуации общественной, которая всегда работает в условиях ограниченности ресурсов. У человека нет неограниченного ресурса, у человека всегда Тришкин-Кафтан. Сюда перевел легион, там оголил зад, здесь что-то сделал, потратил время силы, там что-то не сделал. Перетащил сюда, там не дотащил, этому дал, тот обиделся. Эту группу населения устроил, другая кричит, это несправедливо и правильно кричит. Потому что с их точки зрения, если ты каждому, кто сколько работает, даешь денег по труду, это справедливо. Но ты тут же создаешь ситуацию, что вот я один, а у него двое детей. Я работаю, и он работает одинаково, я получаю одинаково, и он получает одинаково, а у него двое детей. И он этих детей любит и воспитывает, и старается, и растит полноценных членов общества для будущего. А я пью-гуляю, а получаем мы одинаково. И его благородная, на благо общества работа никак не учитывается. А моя, то, что я пью-гуляю, никак не наказывается. Ну, это же не нужно обществу. И мы получаем одинаково. Я на одного делю на свое удовольствие, а он на троих делая благородное дело для общества. Справедливо? Так посмотришь. Ну, да, справедливо, одинаково, поработали, получите. А так посмотришь. Да это ж полная деградация, это ж общество будет вымирать так. Это ж крайне несправедливо. Я не говорю о том, что нужно бороться за то, чтобы надбавки давать тем, у кого дети. Люди там сами в этом разберутся. Я просто говорю о том, что справедливо или несправедливо зависит от того, как мы смотрим. А это, в свою очередь, означает, что любое движение в обществе в условиях недостатка ресурса будет одних радовать, а других печалить. Потому что у одних мы при таком решении что-то отнимаем, а у другим при таком решении даем. Но, и даже если мы изменим систему, где вот теперь тот, у кого трое детей, двое детей, будет получать больше на это, ну, будут возмущаться все те, которые говорят, как же так. При советской власти был налог на бездетность. С мужчин с 18 лет, если у тебя нет детей, ты уже должен был платить налог. Ну, видимо, разрешался брак с 18 лет, но предполагалось, что еще до брака ты уже должен сделать ребенка, чтобы как только у тебя испортно с 18 лет он родился, тогда все законно. У тебя ребенок родился, ты женился и налог не будет. А нет, наказывают налог, вот деньги добавят. Ну, хорошо, так, ну, смешно. Ну, это я говорю к тому, что, конечно, тогда молодые люди, мужчины, которых наказывают за то, что они, что, детей не родили, не прибежали, так, ну, подождите, нужно же понять, нужно там накопить какое-то внутреннее содержание, какое-то богатство, в конце концов, и потом уже осознанно завести детей. Вот этот вот завел, у него двое детей, вот ему больше платить. Да он еще ни черта не понимает, еще неизвестно, что у него там с этими детьми там будет. А я готовлюсь, я стараюсь. Да, я вот, можно сказать, даже там пью, гуляю, но я ж мир изучаю, мне ж это вот нужно нагуляться. Я вот перед армией, а потом после армии. То есть логично, убедительно, основательно и даже правильно. Но мы сейчас не решаем, кто из них прав. Мы говорим, что любое движение в одну сторону вызывает недовольство в другой. То есть все это тришкин кафтан. Натянешь на голову, ноги оголятся, ну, или как там, или это одеяло там чье-то уже, не помню. Спустишь вниз, значит, тут вот холодно. Только по одной причине. Нет абсолютного вот этого вот ресурсного обеспечения. Ресурс всегда ограничен. Даже вам каждый раз приходится выбирать, вот я знаю, там, сводить детей в кино, там, или что-то другое. Но я хотел пошутить, но совсем уж была бы примитивная шутка. Каждый раз вам приходится выбирать, выпить или покурить. Ну, это на ту же тему, ограниченность ресурса. Но это живая жизнь. И я думаю, что человеческая жизнь и человеческое общество никогда не смогут войти в эпоху неограниченности ресурса. И коммунизм – это совсем не ограниченность ресурса. Это сознательное поведение в условиях всегда было, есть и будет вот этого вот всегдашней ограниченности ресурса. Точно так же, как в этой вот текучей ситуации границы, неопределенности, можно четко говорить направо или налево. И это будет правильное, гармоничное решение. Точно так же в условиях ресурса недостаточно можно говорить так или так. И это будет правильно и гармонично. И мышление на основе диалектической логики ведет человека именно к этому. Не для того, чтобы давить массу, ну, например, забросать все едой там или деньгой, нет. А в том, чтобы в данных обстоятельствах, в любых данных, в любых конкретных обстоятельствах, с учетом всего-всего, всех аспектов окружающего мира и всех контекстов, в которые погружен этот процесс и другие процессы, с которыми ты взаимодействуешь, находить наиболее адекватную, правильную, гармоничную траекторию с учетом всего-всего. Чтобы не только тебе было хорошо, и ты поэтому сливаешь краску в реку, потому что ты не понимаешь, что ты часть единого процесса, и когда ты это делаешь, это неправильно. И это приведет к гибели тебя вместе вот со всем обществом. И все твое жульничество, проскочить типа на красный свет или слить в реку химикаты, ну, это против тебя. И все твои, мне будет хорошо там разберутся, это просто примитивные модели, вызванные твоим примитивным сознанием, которое развивалось в достаточно примитивных каких-то там условиях. И только когда твое сознание сложное, только тогда ты можешь как-то гармонично выстраивать жизнь себя, своего окружения, общества. И мир настолько усложнился, и настолько он усложняется, и, ну, прям по экспоненте усложняется, что, с одной стороны, вот эти вот плюс-факторы, то есть, ну, возможности интернета, образования, уровень жизни, который все возрастает и возрастает, ну, в последние сто лет. И в то же время минус-факторы, всякие возможные беды и проблемы, как отдельных людей, так и экономик, так и общество, так и экологии, так и всей планеты, они пытаются подвинуть человека. Перейди на более сложное мышление. Ну, что ты толпишься в этом предбаннике, где А равно А? Ну, сказал тебе это Аристотель. Когда он это сказал? Две тысячи триста лет назад. Ну, что ж ты за это держишься? Что ж ты никак не поймешь? А Будда, который сказал, две тысячи пятьсот лет, учение, которое не учение, то, которое не то, А равно А и А одновременно не равно А. Вот человечество как-то это все пытается усвоить. Там через Чанин, там через Дзен, там через Ленина и Маркса, носители ярчайших диалектической логики, мышления на основе диалектической логики. Там через Гигеля, а там немножко раньше через Игнатия Лайогу, основателя Ордена и иезуитов, который сказал, когда два человека говорят одно и то же, это совсем не значит, что они говорят одно и то же. Там несколько шажков Петгенштейн сделал, там гусор, там даже кантор потоптался. И вот как-то человечество медленно ползет, а его вот заставляют, 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 заставляют. Дают ему все больше возможностей и все больше заставляют, чтобы человек, каждый человек и все общество вошло в зону диалектического мышления. И вот я это понял и рассказываю вам. А сейчас перерыв. Перерыв 10 минут. Отдыхать. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Сергей Гаврилов, привет. И Вася, привет. Хорошо. Вот, да. Я хотел бы сейчас послушать ваши вопросы. Может быть, кто-то там в Фейсбуке оставил комментарии, реплики или тем более вопросы. Александр Великий, я прошу тебя, значит, тогда следить за Фейсбуком. А если ты чуть вперед сдвинешься, свет упадет по-другому, и лицо белесое, да, твое Александр Великий, вот сейчас оно, да, наполнится красками. О, ну вот, ну, четкий красавец. Сразу видно, великий, а не что-то так. Вот. Хорошо. И, соответственно, я бы хотел сейчас услышать ваши вопросы и ваши мнения. Глядишь, и это получится. Это такое актуальное. Вы спросите, а я отвечу. Вот. Ну, начинаем. Если в начале вопросов не будет, ну что ж, посидим в молчаливой медитации. Это тоже хорошо и полезно. А что-то у меня такое яркое... Почему у меня такое яркое освещение? Сейчас я... Секундочку. Да нет, все в порядке. А, это просто яркий свет. У меня солнечно довольно. Что ты говоришь? Я говорю солнечно очень. Ну, у меня не столько солнца. Ну да, солнце там есть, да. Ну, такой яркий свет. Хорошо. Итак, я жду ваши вопросы. Да, у меня есть какой-то вопрос. А, Вася, привет. Говори свой вопрос. Я вот как-то пытаюсь понять, вот как вот можно видеть всю вот эту бесконечную сложность, вот при том, что наши знания конечные, ограниченные. И вот вроде как-то вот пока понятно, что можно хотя бы не залипать в том, что уже знаешь. И вот там можно что-то вот видеть, смотреть, но вот в целом это не до конца понятно. Да, это существенный вопрос. Так вот, ответ такой. Ну, или начнем мы вот с чего. Человек не может видеть бесконечность. Человеческое сознание не приспособлено, а для того, чтобы сталкиваться напрямую с бесконечностью. Человеческое мышление не может оперировать бесконечностями, а только конечностями. То есть объектами, имеющими конечное количество аспектов, конечным количеством элементов, конечным количеством связей. Каждый раз, когда человек оперирует конечным количеством элементов и связи между ними, он создает тем самым модель. Модель действительности. Модель всегда проще действительности. Если модель приобретает бесконечное количество аспектов, она становится действительностью, но толку от ней никакого. И я говорил, что в модели первое, второе, третье, четвертое, это как в задачке дано. Также я говорил, что пять-шесть может быть, но в любом конечное. И что модель, она не должна содержать не просто бесконечное, она не должна содержать большое количество элементов. Она даже должна содержать малое количество элементов. Мало того, идеальной является модель, которая содержит всего один элемент, всего один аспект. Вот этот вот белый лист, вот этот вот белый лист, вот он является идеальной моделью кристалла. Не просто кристалла, а поведение кристалла на разрыв. То есть вот, когда я делаю вот так, вот это модель поведения кристалла на разрыв. И здесь совсем не обязательно, чтобы это было прозрачным, или имело какое-то количество граней, или каким-то образом было бы связано с кристаллографией, со снями симметрией, что там у кристалла есть. Ну, у кристаллов еще есть сколы ровные. Ну, сколы – это внешние, оси симметрии – это внутренние. Ну, в смысле, как разновидность разрыва, такой ровный скол. Так вот, если кристалл разрывать, он ведет себя, как вот этот вот лист. То есть, другими словами, мы все бесконечное количество аспектов кристалла, потому что там действительно можно его описывать. Я говорил, что любой объект можно описывать бесконечно, любой самый простой. И когда закончатся какие-то сущностные описания, если вдруг такое, то его можно описывать, например, как некий объект, находящийся на таком-то расстоянии от чего-то. И там тоже бесконечное количество. Его можно описывать как объект, который не является чем-то. И там тоже бесконечное количество. То есть, это вот самый простой. Но когда мы рассматриваем его свойство, существенное, которое нас интересует, мы забываем про эти все бесконечности, мы их не учитываем. Мы приводим это вот явление, объект, имеющий бесконечное количество аспектов, мы приводим к очень простому виду. Вот одно свойство. Вот один аспект. Это я к тому, что модель, которая показывает одно свойство, один аспект, это наиболее совершенная модель. Вот одни там вещества тонут, другие не тонут. И вот мы делаем модель, что-то бросаем, и оно плывет. Все, больше нас ничего не интересует. Держится на воде или что-то бросаем, не держится на воде. Один аспект. Соответственно, когда мы делаем какую-то модель, чем меньше содержит она аспектов, тем лучше для того, чтобы мы могли предъявить это свойство, это качество, поставить вопрос, рассказать об этом аспекте, донести информацию. Модель, заканчивая этот абзац, не обязана содержать какое-то слишком большое количество аспектов. А вот следующий абзац, следующий период моей речи. А как же мы выбираем, какой аспект является существенным для нашего рассмотрения, а какой нет? Как мы определяем, что включать в нашу модель, а что не включать? И здесь у нас проблема следующая. Для того, чтобы нам выбрать, включать данный аспект, данный элемент в нашу модель, мы должны рассматривать все явление. А все явление имеет бесконечное количество аспектов, погруженных в бесконечное количество контекстов. И большая часть из них мы, наверное, даже никогда в жизни не узнаем, что они вообще есть. Будем считать так. То, что мы не знаем, его не существует. Упростим себе задачу. Но, безусловно, ты прав. Потому что если мы чего-то не знаем и чего-то не учитываем, и выстраиваем свою модель, а, соответственно, то, что мы не учитываем, оно существенно, то вот возникает ситуация, ну, например, черного лебедя, когда происходит существенное событие, которое никто предсказать не может. Ну, я исхожу из того, что вот это вот событие черный лебедь происходит не потому, что его никто не мог предсказать, а потому что так устроен наш мир, что не все можно предсказать. Принципиально не все можно предсказать. Принципиально не все нужно предсказывать. В физике, знаете, замечательный пример с двойным маятником, когда вот, казалось бы, простейшая система, две палки повешены друг под другом, но даже бросая его с одной и той же позиции, он начинает вести себя хаотически, совершенно непредсказуемым образом после там уже там трех-четырех оборотов. Да, да, верно. Я имею в виду, что именно вот эти вот процессы, я имею в виду, что наш мир устроен таким образом, что принципиально невозможно его вычислить. То есть вот теорема Гёделя о неполноте, она, в общем-то, и об этом тоже. Невозможно его принципиально вычислить. Соответственно, как же мы выбираем, что мы включаем в нашу модель, а что мы не включаем? Мы это выбираем так, как мы это можем делать. На основе нашего интеллекта, нашего опыта, наших знаний, нашей системы ценностей, нашей личной истории, нашего представления о том, что нам нужно, что мы хотим сделать, чего мы хотим добиться. Вот всё, что у нас есть, участвует в нашем выборе. В нашем выборе элементов для построения адекватной модели. А в чём же различие между тем, как это делает один человек и это делает другой? Причём здесь диалектическая логика и причём здесь формальная логика? В чём разуме? Различие в том, что процесс моделирования, о котором я говорю, человек, сознание, мышление которого работает на основе формальной логики, делает неосознанно. Его опыт, его предпочтения, его системы ценностей выполняют роль верёвок, которые его тащат для того, чтобы у него вот таким образом устаканился взгляд на мир. Взгляд на мир – это и есть модель. Но у человека, который об этом не подозревает и который, вложенные в него традиции, импринты, знания, позиции, тащат его на вот этих вот верёвках к некому видению, он это воспринимает за чистую монету. И в этом смысле он не видит, что творит и поступает неосознанно. И у него полное впечатление, ну какое, ну я вот просто вижу, мир – это так. Он не понимает, что он видит модель, и эта модель, повторю, создаётся вот этими тягами, которые вкладываются в него с самого детства, которые вкладываются дополнительно жизнью, то, что называется жизненным опытом, привычкой, культурой и даже неким внушением, если брать рекламу, НЛП, телевизионных проповедников и так далее. И в результате он говорит, вот это вот так. Но процесс создания модели, глядя на которую, он и говорит, это вот так, находится вне его осознанной части сознания. Интересно получается, что тогда вот человек, владеющий диалектической логикой, он с одной стороны не перебирает вот всю эту бесконечность, и как-то вот выбор совершает довольно быстро, но при этом получается, что он делает это осознанно. Да. Он не перебирает всю эту бесконечность. Перебрать её невозможно. Как писали в своё время Стругацкие, для что-то там они писали такое, что для того, чтобы переделать бесконечное количество дел, нужно бесконечное количество времени. Поэтому работая, не работая, всё иди. Поэтому простой перебор не позволяет решить эту задачу. Мы более тонкие существа. Мы такие резонансо струнные существа. и весь вопрос только в том, что эта модель у тебя сама собой складывается под воздействием внешних верёвок или ветров. Или ты сам её делаешь. Интегральный ли ты флюгер, или ты дифференцирующий поток осознанный мыслитель. о, как загнул. Дифференциальная интеграция. Я пока вижу, что количество моделей, которые автоматически создаются, их просто бесчисленное количество. Подожди, не убегай туда. Тут важно ещё следующее. Вот если я знаю, что я вижу модель, а ты не знаешь, что ты видишь модель, мы совершенно с тобой в разных весовых категориях. Например, что бы ни изменялось, ты будешь тупо идти по пути своей модели. А я буду видеть все изменения и учитывать их в своём модели. Далее, ты будешь думать, что ты видишь жизнь, и ты будешь очень эмоционально это воспринимать. Что значит эмоционально? ты очень умный, твоя модель прекрасна, но ты думаешь, в отличие от меня, что ты видишь жизнь. Поэтому для тебя естественно все другие мнения будут находиться в ранге, что человек не понимает, но он дурак, потому что для тебя очевидно, жизнь вот так. а если я понимаю, что это модели, то я соответственно не буду тебя воспринимать вот так злобно. И я буду стараться тебе показать, знаешь, а вот твоя модель вот так, вот так, я буду стараться научить тебя моделировать, я постараюсь передать тебе знания, что ты модель видишь, а не жизнь. И если ты способен, ты это поймёшь. другое делаешь, если твоё сознание ограничено, ограничено, ну, таким родился, или таким воспитался и застыл, закоренел, то я ничего с тобой сделать не смогу, но я всё равно найду, что с тобой сделать. Ну, если я вижу модель, контекст, и тебя самого тупо следующего по проложенным тобой шпалам, который ты не осознаёшь. Кто ты против меня? Ну, если так посмотреть, то никто. А если посмотреть, что для следования в социальном контексте нужно не столько разнообразные шпалы, сколько большие зубы и когти, ну, вот, ты меня можешь перейти и затоптать, может быть, наверное. в борьбе за ресурсы. Но если ты хочешь в итоге спастись, да ещё совсем общество, топтунов, подгрызателей, то рано или поздно ты должен будешь осознать в лице хотя бы своих наиболее мобильных представителей, что как-то всё-таки посложнее нужно на это смотреть и, может быть, даже не особо там воровать, тянуть одеяло на себя и сливать отходы в реку. Что-то, может быть, всё-таки по-другому нужно делать. Ну, ты же не дурак. Итак, если ты не видишь модель, а думаешь, что ты видишь жизнь, то вот ты будешь сильно эмоционально отстаивать своё вот это вот видение, ну, я имею в виду сильно эмоционально, это условно, на том естественном основании, ну, тебе же очевидно, что это так, а эти же очевидно не врубаются. Но это не так. Они просто это рассматривают в других границах, в других моделях, но ты не думаешь о границах, ты не думаешь о моделях, ты видишь, что они заблуждаются. Что ещё происходит? Вот ты каким-то образом инстинктивно, в кавычках инстинктивно, но похоже, строишь свою картину мира, модель, всего мира или его части, какого-то процесса. Соответственно, ну, и плюс ты живёшь в обществе. И вот ты встречаешь другого человека, с которым ты делишься своим видением. можешь можешь ли с ним обсуждать своё видение, надеясь на то, что он даст тебе адекватную реакцию? Нет. Первое. Вы обсуждаете сложные, тонкие вопросы, предположим. И, соответственно, тот человек, он тоже видит действительность, как он думает, и не подозревает, что он видит модель. И его видение отличается от твоего. И всё обсуждение, которое будет идти с тобой, оно будет находиться в социально-психологической области. Например, он начальник, а ты со своей моделью. Это будет одно обсуждение. Ты начальник, а он... Это будет другое. Он претендует на то, чтобы быть умным в коллективе, в третье будет обсуждение. И так далее, и так далее. То есть, это я называю социально-психологическим. То есть, саму тему, вот предельно честно, ты можешь обсуждать, ну, только вот с близкими друзьями, независимо от того, что сколько тебе лет и какие вы должности занимаете. Предположим, у тебя есть друг, с которым вот вы с детства вот как-то там вот то вместе, то раздельно, но сохраняя эту близость, росли. И ты с ним прорастали в обществе. Ты с ним можешь как-то там откровенно там разговаривать. Все остальное это языковые игры, общественные игры, игры с учетом того-того. Это при том, что если ты и тот, с кем ты играешь, еще и умные. Но это же не обязательно. И, соответственно, совершенно другая ситуация для обсуждения тонких вопросов, если у тебя есть представление о том, что ты видишь модель, что существует диалектическая логика, что то, которое не то, и что то оно или не то, или не не то, зависит от того, в каких границах рассмотрения вы это рассматриваете, какую модель применяете. И тогда, мало того, что вся твоя жизнь и практика тебя закаляет как экзистенциального философа в том смысле, что основное это то, что в экзистенциальной философии это чтобы ты проповедовал то, что ты исповедуешь. Чтобы ты был, а не казался быть и казаться проблемой. Чтобы ты как нам говорит с утра помоста шестого патриарха практиковал вот этот вот прямой путь и если ты об этом говоришь, об этих ценностях но сам их не выполняешь, так сказать, гроз цена всему, что ты говоришь, думаешь и делаешь. И соответственно, для того, чтобы тебе продвигаться в диалектической логике, в мышлении на основе диалектической логики, ты должен и понимать, что это модели, и стремиться вот к этой внутренней чистоте, но забываем слово чистота, экзистенциальности, чтобы ты исповедовал то, что ты проповедуешь. Потому что иначе вся твоя так называемая диалектическая логика, это будет ну просто какая-то подтасовка, мошенничество, передергивание и результатов там не будет. Это просто более ловкий способ подгрызания. И существует какое-то количество людей, которые готовы идти до конца этим путем в том смысле, что полноценно, честно, и тогда они между собой могут обсуждать тонкие вопросы, потому что они и готовы, они не находятся в этих вот коробках, форматах психологическо-социальных скафандров, которые и определяют их взаимодействие. Потому что пока они в них находятся, никакого продвижения в понимании диалектической логики этого мышления не будет. Ты не поймешь экзистенциальную философию, если ты будешь ее имитировать. Ты никогда не станешь кем-то, если будешь все время казаться этим. Ну, быть и казаться. Экзистенциальная философия спекулятивная. И вот то, что касается диалектической логики или дзен, вот оно там. Ты не можешь это имитировать. Ты должен быть или там со всеми всеми аспектами или никак. Ты, глядя на магическую картинку, скосив глаза, можешь видеть этот объем, который там внутри и сияние, сверкание. Но если ты этого не видишь, ты можешь как угодно это все имитировать, но те, кто видят, будут понимать, что ты имитируешь. Соответственно, вот эта внутренняя вовлеченность, экзистенциальность, обязательность исповедования того, что ты проповедуешь, вот она является обязательным условием для тех людей, которые обладают диалектическим мышлением, мышлением на основе диалектической логики, обсуждают тонкие вопросы. И тогда мы получаем, что мышление на основе простой логики, формальной логики, по социально-психологическим причинам и по причинам негожести их вот этой вот логики, они не могут обсуждать тонкие вопросы. А обсуждать их нужно, потому что человеческое общество устроено на принципы кооперации. Какой бы ни был один замечательный, когда там появляется еще один, еще, 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 вот тогда строится мост, переносится бревно, даже пирамиды строятся, создаются государства, создаются общественные институции, традиции, все что угодно. Все что угодно человек делает сообща. И не потому, что он там такой уж коллективист, он может быть крайним индивидуалистом, но он социальное существо, без общества он никто, он даже говорить не сможет. Соответственно, мышление на основе диалектической логики дает возможность людям обсуждать тонкие вопросы. А что это значит? Оно дает им возможность адекватно рассматривать варианты, модели и искать правильное решение в сложной ситуации, многокомпонентной, бесконечно аспектной. Нет этого сознания, нет возможности это обсуждать, нет возможности это находить, и все решения будут приблизительными, неверными, произвольными и неадекватными. А если мощь человечества растет, а когда растет мощь человечества, растет и цена ошибки, то это только вопрос времени, когда мощь дорастет до такого, что цена ошибки будет равна уничтожению, потому что любое неадекватное решение будет растворять всю цивилизацию. Мышление на основе диалектической логики, которое было экзотикой в средние века в Китае, которое было экзотикой за 500 лет до нашей эры в Индии, которое тем не менее не было экзотикой за 4000 лет до Будды, за 2000 лет, и она создавала в общем-то основу вот этот склеивающий клей индоарийского древнего общества. Ну, если там не склеивать, ну, разломалось, разбежалось, ну, что ж, племена разошлись, потом другие государства образовались, царства. А здесь-то сейчас вопрос не там. Не просто они разойдутся, разбегутся на части и возникнут новые государства, новые страны. Нет. Вот то, что они разбегутся, расколятся, грозит сейчас уничтожением всему живому на планете. и вот то, что, ну, забываю про то, что было до Будды. От Будды до наших дней было некой экзотикой. Ну, да, Ленин и Маркс это применили как не экзотику. Это просто два частных человека, которые, вооружившись этим мышлением и хотя бы как-то создав среды, коллективы, сообщества людей, которые вот как-то могли вместе мыслить вот таким образом синхронно, они перевернули мир. Для обладателя формальной логики в этом нет ничего такого. Ну, и раньше происходили какие-то события, и потом происходят события, там какие-то короли, там полководцы, здесь такое бла-бла-бла, плоская модель. Но здесь совсем не так. Здесь никакие ни короли, ни полководцы. Здесь совершенно отдельные частные люди, у которых не было ни банков, ни пушков, ничего-ничего. У них была только мысль, только идея. И эта идея заключалась в абсолютно непредставимом деле. Это чтобы угнетенный класс взял и основал свое государство, стал правящим классом. Никогда в истории такого не было. Все вот эти бунты или восстания от Спартака до Стеньки Разина, до парижских коммунаров, до кого угодно. Ну, как, ну, они подавлялись, потому что, ну, что это такое? Ну, повыступали, вылили свою злую энергию рано или поздно. Значит, их окружили, рассекли на части, окружили, поодиночке задавили. Да все нормально. Ну, да, что-то там такое происходило. Беспрецедентная была задача решена беспрецедентными людьми, беспрецедентными средствами, потому что они ее решали голыми руками и интеллектом, ну, а точнее мышлением на основе диалектической логики. Ну, это мощная такая вот вещь. Но даже это было экзотикой и подготовкой. Даже это было просто тренировкой. К чему? К тому этапу, когда человечество не сможет без этого жить. Тренировка и экзотика это означает, это есть, ну, хорошо, интересно, о, как любопытно, экзотика. Это есть, о, классно, хорошее занятие, потренируемся. Но оно не означает, что это является чем-то необходимым. Ну, не потренировался, ну, не увидел экзотику. И совсем другая ситуация, когда в том, в чем человечество тренируется, прикасается к нему, рассматривает две с половиной тысячи лет. Две с половиной тысячи лет длится этот процесс. Вот этот стиль мышления, этот способ мышления, этот способ организации пространства мышления, выводов, решений и действий становится абсолютно необходимым. Потому что в отсутствии его, с нарастанием технологий, нарастанием цены ошибок, только время определяет, когда же без этого мышления ситуация сойдется так, чтобы произошла эта ошибка и все сдохло. Есть Бог? Нет? Я думаю, есть. неизвестно. Но то, что человечество готовится, то, что в него вложено, ну, как и в любого человека, заранее все необходимое для того, чтобы он справлялся с трудностями, что каждый раз, когда возникают какие-то препятствия и задачи одновременно с этим у человека или группы людей там есть все необходимые, все необходимые, только нужно открыть глаза, это увидеть, все необходимые инструменты и средства, это абсолютный факт. Поэтому вот это вот мышление на основе диалектической логики, которая, можно сказать, оперирует тем же набором фактов, человек может быть еще таким же интеллектуальным. Ну, понятно, любая система, она несколько, так сказать, видоизменяет свои элементы, это и есть, гармонизирует их. И, соответственно, то, да не то. Но главное отличие, первое, это то, что человек осознанно строит модель. Второе, если он понимает, что эта модель, его поведение в этом мире, как в отношениях с другими людьми, так и с миром, меняется. Третье, это то, что если есть такое мышление, люди понимают, что это модель, то они могут друг с другом разговаривать, действительно обсуждая тонкие модели, и для этого у них есть инструмент, вот этот вот язык и вот это вот мышление. И второе, что не менее важно, они могут в таком случае не находиться в своих бытовых, в своих социально-психологических скафандрах. Ну, точнее, они должны в них не находиться, иначе они не смогут владеть этим мышлением. А это, в свою очередь, четвертое, дает тот результат, что они могут адекватно принимать решения в сверхсложных ситуациях. И вероятность того, что они пройдут испытания, не гарантия, но вероятность, она возрастает многократно. Точно так же, как то, что когда у них нет возможности так адекватно мыслить, так адекватно рассматривать, ну, с такой степенью, так адекватно принимать решения и так адекватно, с такой степенью адекватности производить действия на основе этих решений, то вопрос их коллективного самоуничтожения это только вопрос времени, потому что технологии не остановить. И цена ошибки это означает неправильно применил и оно рвануло. Ну, или по-другому техника в руках дикаря, или по-другому обезьяна с гранатой. То есть граната становится все мощнее. А способ принятия решения остается все тот же сам. Поэтому вообще дважды два, раз, два обязательно наступит то время, когда граната взорвется, если человечество не перейдет на другой способ мышления. На осознанный способ моделирования и видение и видение мира, понимая, что оно видит модель, но это и есть способ его видения мира. То, которое не то. А равно А, А не равно А. Ты видишь модель? Да. Но это так, ты видишь мир? Да, я вижу мир. Так ты видишь мир? Нет, я вижу модель. Но это ж, ты видишь мир? Да, я вижу мир. Я вижу мир и видеть его никак нельзя. А вот я думаю, что я вижу мир. А ты так думаешь, потому что ты заблуждаешься. Нихой мир, а ты видеть не можешь. Все, что ты можешь видеть, это свою модель. Это если ты умный. А если ты не очень умный, то все, что ты видишь, это цвет своих очков. То ли розовых, то ли коричневых. А коричневые они, знаешь, почему? Ладно, не буду тебе говорить, почему они коричневые. Смотри через розовый. Заканчиваем. Я имею в виду этот вопрос. Несколько секунд пауза. Я пью свой чай. Александр Реута сегодня напоминает башка. То ли с острова Пасхи, то ли как восточно. Торчит там среди кустов. Отлично. Хорошо. Так, ребята. Сергей Харитонов. Привет тоже. А Татьяну Куренкову я вижу на двух экранах. Это что-то новенькое, но это хорошо. Так, переходим. А, у меня же еще экран есть. А тут Александр, Владимир, Сергей. Ну вот, ребят. Володь, прости. Я не серьезный я человек. Вижу тебя в этом видео. У меня сразу ассоциации. То ли этот, знаете, ну, в аду, которая как-то вот так вот красная. То ли красная шапочка. Все. Сказал, замолчал. Переходим к философии. Вопросы, реплики, ремарки или что-то из интернета. Вот я вот еще буквально каких-то минут 10 назад думал, что вот, ну вот, типа, что можно сделать вот с такой автоматической моделью, вот, каким первым шагом, что вот можно от нее как-то оттолкнуться, отплыть немножко и посмотреть, нет ли, нельзя ли какую-нибудь еще модель построить. Вот. Но после того, сколько, то, что ты всего рассказал, вот, ну, прям такой исчерпывающий ответ, что вот стало вот намного больше понятно, вот, что и как можно делать, вот, как-то вот это посмыслить и научиться применять. Ясно, спасибо. А я вот хочу сказать, вот ты меня сейчас вот к какому-то, так сказать, высказыванию-мысле подвигнул, что вот то, что ты говоришь, оттолкнуться от этой автоматической модели и в какую-нибудь там сторону прыгнуть, чтобы что-то такое сделать, это на самом-то деле это очень правильный первый шаг. Дело в том, что входом в диалектическую логику, точнее, в обучение диалектической логике является такое понятие, как граница рассмотрения процесса явления. И если человек, услышав это, заметив это и решаясь, не то что выучить это, но войти в понимание этого, то есть вот если границы рассмотрения процессов явлений показались ему достойной внимания концепции, то что он должен сделать первым шагом? Он должен посмотреть на любой процесс, любое явление, любую свою позицию по отношению к чему-либо, любое свое отношение к чему-либо. И он должен это рассмотреть как некие границы рассмотрения. Вот это явление, вот эту ситуацию я рассматриваю в таких-то границах и определяющим здесь является, например, ну моя там, оказывается, не просто я такой хороший, справедливый, а просто моя обида на эту девушку, ну, к примеру. Или мое желание, вот я иду и в этом все участвую, а это, оказывается, мое желание развлечься. Или же наоборот, мое желание вот эту вот точку продавить, потому что я считаю, что это неправильно, а должно быть правильно вот так, и на это настраиваются дополнительные какие-то грани моего отношения к этой ситуации. То есть он должен проявить свою осознанность в рассматривании ситуации, процесса, явления, позиции своей, на которую он направит свое внимание, которую он осветит светом своего сознания. Это и есть осознанность. Я осознаю то, что я вижу, то, на что направлен луч моего внимания. И вот увидев эти границы рассмотрения, это не границы ограничения, которые я называл, когда говорил о форме. Любая форма – это границы, это ограничения. Границы рассмотрения процесса явления – это, естественно, тоже одна из разновидностей границ и ограничений. Но важно, вот выделим это в отдельную сущность, в отдельный объект. Это именно границы рассмотрения, границы рассмотрения процесса явлений. Так мы рассмотрим или так, а может быть так, а может быть вообще вот так и так далее. Что вот я сейчас показывал? Я показывал, что границы можно менять. И поэтому, если вы видите процесс, явление, ситуацию в некоторых границах, которые вы осознаете, попробуйте изменить эти границы. Сдвинуть, раздвинуть, трансформировать, еще что-то сделать с этими границами. Убрать какой-то элемент из этих границ, потому что границы, ну, по определению составные, они включают в себя то-то, 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 то-то. Попробуйте трансформировать границы рассмотрения, которые вы используете при взгляде на этот процесс, явление, ситуацию. Вот вы их проводили границы рассмотрения неосознанно, вот вы узнали, что их можно осознавать, вот вы их осознали, и теперь сделаете следующий шаг. Измените. И это, Вася, заканчивая вот этот абзац, этот параграф, это как раз и будет, что от своей модели автоматической прыгнуть в какое-то другое пространство. В какое? К следующей модели. А что это за следующая модель будет? Какая ее основная характеристика? Она будет осознанная, осознаваемая на основе осознавания того, что ты прыгнул от той модели. Потому что прыгнуть, не осознавая, что ту модель, ты никуда не сможешь. То есть я не просто вижу какую-то модель, но я осознаю, каким образом она была построена, сконструирована, что вот это потому-то. Для начала ты просто осознаешь ее как модель. Если ты ее сможешь осознать более подробно в виде элементов конструкции, это следующий шаг. Если ты эти элементы конструкции сможешь раздвинуть, расшатать, передвинуть, увеличить, уменьшить, это следующий шаг. А если потом ты сможешь создать другую модель, или эту сильно трансформировать, или вообще какую-то предельно другую, ну вот это вход, вот в это мышление на основе диалектической логики, вход вот таким вот образом через такое учебное упражнение, которое на самом-то деле состоит из двух важных вещей. Это понятие, представление о том, что существуют границы рассмотрения процесса явления. Вот как только человек это услышал и осознал, он уже наполовину вошел в пространство мышления на основе диалектической логики. А вот дальше вторая часть, которую он должен сделать, это увидеть эти границы, начать с ними работать, сдвигать и так далее. Но здесь нет такого, сразу хочу сказать, что половина это, а половина это. Нет, все не так. Здесь более сложная зависимость. Это как, знаете, есть некое кривое насыщение. И это выглядит так, что вот ты делаешь один шаг, ну кривое насыщение, она вот так выглядит. И выглядит так, вот ты делаешь один шаг, и у тебя вот такой результат. Потом ты делаешь другой шаг, точно такой же, а результат уже меньше. Потом ты делаешь третий шаг, а результат еще меньше. И где-то на каком-то шаге у тебя такой маленький результатик, чтобы хоть немного золота там добыть, тебе нужно сделать много шагов. И так устроено настоящее понимание. И Маркс именно это понимание называет категорией, словом категории. И другое понимание чего-то, например, то-то есть то-то, то-то, то-то определение. Он называет с полупрезвительной интонацией дефиниция, что в переводе с латыни есть определение. Но в таком произношении оно наносит несколько призрительный характер. Дефиниция. Дружба – это то-то, то-то, коммунизм – это то-то, то-то, общество – это то-то. Это все дефиниции, это все привычки ума, работающего на основе формальной логики, загнать сложное явление в бутылку, в сапог или в ящик. А Маркс говорит, нет, так не нужно делать. И не надо пользоваться этими определениями, этими дефинициями. Когда ты рассматриваешь сложные явления и хочешь их рассмотреть адекватно. А любое явление по определению является сложным, потому что содержит бесконечное количество аспектов, погруженные в бесконечное количество контекстов. Поэтому ни дефиниции, ни определения используешь, тем более не термины в этой среде, в этом пространстве, а категории. А что такое категория? А категория – это вот это вот и есть. Прочитал один абзац, наполовину понял. Один шаг и вот такое вот уже достижение. А вот дальше точно такой же вот шаг, еще один абзац, а там поменьше. И поэтому, чтобы тебе получить такое же достижение или сравнимое с ним, тебе уже нужно не абзац прочитать, а, допустим, статью из двух-трех страниц. О, тогда у тебя понимание увеличилось в два раза еще. И там еще осталось. Но вот чтобы там вот понять вон ту вот тонкость и вон ту часть, тебе уже нужно прочитать книгу. А вот чтобы там потом еще вот чуть-чуть на эта тонкая часть, но которая делает твое понимание глубоким, тебе нужно прочитать, например, еще пять-семь книг. Ну, а желательно не только книги, но уже там что-то делать и так далее, и так далее. Ну, книги, я когда говорю, книга-статья, это просто количественно. Понятно, что должны быть качественно другие действия. Ну, если брать даже количественно, то вот заканчивая. Вот чтобы оставшиеся там 0,7% из того, что там 0,85 нужно добрать, так вот тебе нужно прочитать 33 тома. И там все равно останется 0,85 минус 0,7, 0,15. И это как бег Акилеса с черепахой. Дальше ты можешь 20 лет трудиться, но ты не пройдешь эту дистанцию всю, там все равно останется. А ты пройдешь вот что-то. Итак, на графике это кривая насыщения. А вот если вернуться вот к нашему определению явлений, как бесконечное количество аспектов, то вот это и есть выражение бесконечного количества аспектов. То есть сколько бы много ты не набирал, впереди будет бесконечность. Но твое понимание будет расти, расти, и оно будет качественно отличаться, и все это такое. Но так как это знание бесконечное, потому что бесконечное количество аспектов, ты никогда не догонишь черепаху, каким бы Ахиллесом ты ни был. И вот это видение того, что перед тобой, вот это и называется категория. Не определение то-то есть то-то, а процесс постижения этого того-то через вот такой вот набор высоты, работающий вот таким вот образом по такому графику, кривая насыщение, в связи с тем, что мир в каждом своем аспекте, ситуации, процессе, явления бесконечен. Вот такое видение Маркс упаковал в понятие категории. А не просто, что категория, это о чем-то вот большом, мы там один абзац напишем, и это еще из большой буквы писать будем. Так понимается теми, кто не особо в сторону Маркса и диалектической логики смотрит. Вот. Хорошо. Пауза. Можно? Да. У меня есть небольшой вопрос. Иногда кажется, что, ну, это само собой, что пытаться решить вопрос средств той системы, которая и породила проблему, вот это великий-великий парадокс, что невозможно изменить систему средств той системы, которая, в принципе, и привела. Это вот попытка барона Мюнхгаузена вытащить себя за косичку, скажем так, да? И практически, кстати говоря, вот это лирическое отступление мне очень понравилось. У нас была фраза, что невозможно вытащить себя за волосы из болота, но каждый философ время от времени должен пытаться это сделать. Так вот, обычно решение таких ситуаций приходит как какая-то эврика, как какой-то инсайт, как вот из следующего измерения протягивается рука помощи. И я, насколько я понимаю, что это вот как раз и есть тот момент диалектики, когда пытаюсь я, или когда мне предоставляется возможность реально провести границы в другом месте. Иначе я как бы пытаюсь, опять же, сам себя за макушку, за волосы вытащить из этого болота, которое и создало эти условия. Понимаете, о чем я? То есть вот средствами первой логики, скажем так, апеллировать или оперировать в этом плане и в этом поле совершенно невозможно. Это будет сродни вот этому делу. Но вот эти попытки все-таки добиться этого момента, этого движения, они порождают момент диалектики, в котором реально какая-то там сверху рука уже не моя вытаскивает меня на одну секунду. И тогда мне предоставляется шанс провести иначе и оказаться уже в квантовом, скажем так, в термологии, квантовой физике, оказаться совершенно в другом реалме, в другой вселенной. То есть это буквально как квантовый скачок получается. И еще одна ремарка, которая более-менее может быть поможет присутствующим. Секундочку, секундочку. Радам, алло, остановись. Еще одно. Ну, запиши или запомни, потому что здесь очень важный вопрос, и многое сказано было. Позволь мне отреагировать. Значит, смысл вот какой, что действительно то, что ты говоришь, и квантовый скачок, и рука, протягивающаяся сверху из-за какого-то там горизонта событий, вот, и все это такое, и прямо вот магия, и Ворон Минхаузен и так далее, все это действительно существует. Мало того, оно существует постоянно. Человечество именно так решает свои проблемы. И вселенная устроена именно таким вот образом, потому что вселенная устроена по образу А равно А, и А равно одновременно не А. И это мы, наблюдая эту вселенную, да тем более с помощью логики, формальной логики, можем становиться в ступор. Так 12-летняя девочка и 72-летняя старушка – это что, одно и то же? Да, одно и то же. Охренеть! Но раз одно и то же, значит, где-то должен был быть образ этой идеальной старушки-девушки, где-то за пределами нашего мира, платоновская идея. И так возникает метафизика. Мы смотрим на мир, мы видим, что так не может быть на основе той логики, которой мы пользуемся. Мы говорим, ага, значит, это здесь не может быть, здесь, так сказать, все предметы находятся в состоянии становления, но где это, видимые, так сказать, глазами сердца и души, потом даже, кажется, говорит, души. Значит, вот мы можем видеть вот тут настоящий истинный мир. Мир распадается на две части. То, что является нашим представлением о нем, начинает играть роль отдельных сущностей, совершенно реальных и более главных, чем здесь, где вот мы видим. Это и есть суть метафизики. Это и есть то, о чем предупреждает шестой патриарх, который говорит, вот это вот вы начинаете, вы начинаете спорить, вы видите вот индивидуальное там «я», как-то он говорит, вот этих вот дхарм, которого нет. То есть вы начинаете видеть проекции круг и треугольник как отдельные сущности. Их нет. Нужно понимать, что это все, но есть поток, есть никаких кругов. Да, полноценный круг. Ну и так далее. Вот. Так вот, что происходит? Человечество всегда свои вопросы решает именно так. Так решает вопросы Вселенная. И это аспект того, что 12 и 72 одно и то же, и как оно одно в другое перешло. Значит, философия на основе формальной логики пасует. Ну, пасует в виде разбивания мира на два мира, то есть уходя в метафизику. Но проблема, суть проблемы в чем? Мир так устроен, а сознание устроено более просто. Мир более сложный, чем сознание. Чем сознание на основе формальной логики. Недаром я говорю, что сознание на основе формальной логики – это сознание, толкущееся в предбаннике на плоском асфальтовом полу перед вот этим пространством Вселенной, где все процессы вот так, как А равно А и А равно одновременно А. И, соответственно, задача, когда появляется более сложное мышление, оно не столько может увидеть там по-другому, сколько понять, что это по-другому. Я поясню, что я называю увидеть и понять. Вот когда мы говорили о том, как действует лидер, руководитель проекта, мы говорили, что он должен быть тончайшей стрелочкой, которая чувствует все мельчайшие дуновения будущих трендов или опасностей, гораздо лучше, чем все участники команды. И в то же время, когда он идет во главе команды в эту же самую секунду, а кругом препятствия, взрывы, и кто-то падает от усталости, а кто-то от неверия, он должен его поднимать, тащить на себе и проявлять вот эту вот бронекожесть. Я бы даже, как поэт, сказал «танкокожесть», а там я говорил «бескожесть». И вот теперь, как поэт, я это скажу. Так, что он должен проявлять? Тонкокожесть или танкокожесть? Он одновременно должен быть бронированным танком и совершенно обнаженной сущностью, которая мельчайшее дуновение слышит. И если рассказывать об этом, говорить, на этом можно выстроить цикл лекций, которые будут обучать там менеджеров среднего звена и выше, и прибавляя еще какие-то там аспекты, как нужно, можно, должно, нельзя и так далее. Ну, я имею в виду, что говорить об этом можно долго, сложно и красиво, и все равно даже и не передашь этот смысл. Но! Любой руководитель, даже начинающий, чувствует это, извините за каламбур, на собственной коже. Хотел сказать другое слово с буквой «ж», но решил остановиться на коже. Потому что ему в каждую секунду нужно «о-о-о-о-о» и «у-о-о-о». И он это делает. А вот если он это будет рассказывать, это будет сложно. И именно таким вот образом наше мышление отличается от нашей действительности. А когда мышление еще и сознательно упрощается, делается простым на основе формальной логики, ну, чтобы хоть как-то разобраться и на что-то, на какие-то костыли опираться в своем исследовании, мыслительном исследовании о реальности, да еще и каких-то ее сложных там аспектов. Ну, давайте опираться, потому что хоть как-то на что-то опираться. И мышление становится еще более простым по отношению к действительности, и оно еще более упрощается, и еще более возрастает разрыв. И вот тогда, вот мы говорим, вот диалектика, да, диалектика – это попытка подтянуть уровень сложности мышления под сложность Вселенной. И мало того, мы не можем подтянуть его, потому что мы не можем оперировать бесконечности, мы можем только, вот как я говорю, конечной моделью, понимать, что это модель. То есть, видя модель, мы видим мир, и это и есть видеть мир, но другой, то есть, что мы хотя бы это осознаем. То есть, наше оперирование бесконечности, ну, это эмуляция, то есть, это мы, понимая, что там бесконечности, мы это учитываем, причем подробно. И это принципиально отличается от того, что человек не понимает, что там бесконечности и никак это не учитывает. Вот место диалектической логики. Она не позволяет человеку оперировать бесконечностями, она позволяет ему оперировать моделями, сознательно понимая, что там бесконечности. Мы, существа, мы не приспособлены для этого. У нас всего пять каналов восприятия, не 555, не бесконечное количество. Наши каналы восприятия вот такого диапазона, не больше. Это плата за четкость, плата за форму, плата за красоту мира, которого мы воспринимаем, за богатство песочницы, в которые мы возимся. Это плата за вот эту четкость, за вот эти вот формы, и это оптимум. Оптимум. Растяни. Ну, да, что-то увеличится. Что такое оптимум? А вот что-то, какие-то характеристики ухудшатся. Это оптимум. Я уж даже не знаю, ну, например, настолько все подогнано. Вот Солнце, ближайшая к нам звезда, вот оно светит, его поверхность, поверхность, значит, температура пять с половиной тысяч градусов. И основную свою вот эту вот энергию, она излучает в видимом диапазоне. А в видимом диапазоне пик приходится, ну, там, на зелено-зелено-желтую часть. И вот это видимое излучение, вот оно по электромагнитному спектру, ну, вот так вот вырезано. Не сюда, нет, не сюда, вот оно излучает. А мы воспринимаем это излучение. Почему? Потому что в земной атмосфере, свойства земной атмосферы такие, что там вырезан аналогичный диапазон. Что то, что ультрафиолет, ну, то, что вот сильнее, оно не проходит, оно задерживается. Более, там, какие-то там излучения, оно тоже не проходит. Дальше идут ультракороткие волны, короткие волны, радиоволны. Они тоже не проходят через атмосферу. Сама коротковолновая связь, она возможна только по той причине, что вот здесь вот излучает передатчик, он отражается от облаков. Ну, там есть такая специальная зона хевисайда называется. Потом падает на землю, потом раз, раз, раз. И вот мы можем на коротковолновой связи добегать до каких-то далеких стран. Но не вообще, а только в точках попадания. А вот дальше там опять есть окно прозрачности, благодаря чему радиотелескопы могут исследовать Вселенную и так далее. Но что важно, вот существуют вот эти два окна прозрачности. Одно для радиотелескопов – длинные волны. И, ну, длинные, совсем там длинные. И для видимого излучения. И вот то, что Солнце излучает в этом диапазоне, это обусловлено исключительно температурой поверхности. А то, что Земля воспринимает, ну, мы на Земле воспринимаем в этом диапазоне, обусловлено составом атмосферы. И прежде всего наличием в ней водяных паров. Вот их изменение чуть больше, чуть меньше влияет на проницаемость этого окна в атмосфере. А это, в свою очередь, зависит от пропорций морей, ну, суши и моря, и от температуры здесь, ну, и от общей площади. И вот все идеально подогнано. Отсюда выходит, как из передатчика, вот такая вот, значит, вот волна. Здесь она принимается вся. Но вход и выход, вот эта тонкая подгонка, устроена на совсем разной физике. Там на температуре поверхности звезды, а здесь на газовом составе атмосферы. Фантастические какие-то подгонки, и их очень много. Отодвинули. Так вот, процессы устроены сложно. Диалектическая логика – это попытка приблизить мышление, осмысление этих процессов к какому-то уровню адекватности, более высокому, чем мышление на основе логики А равно А. Потому что все процессы, так как они предполагают изменения в процессе времени, они все устроены по принципу А равно А, и А одновременно не равно А. Идеалектическая логика – это попытка приблизить наше мышление к схеме устройства вот этих живых процессов, среди которых мы живем. Какая-то мысль была, а вот ты говорил, вытаскивать Минхаузен себя вытаскивает, или вот такое вот проникновение. Дело в том, что некоторым вот аспектом, некоторой стороной вот этого свойства, что все процессы устроены как А равно А, и А равно одновременно не А, и вот это их бесконечным количеством аспектов, так вот одной из сторон этого является то, что… Ну вот есть такое выражение, сколько бы веревочки не виться, конец, все равно конец придет. Это такая известная мысль, и это такое бытовое рассуждение. И оно основано на формальной логике. Я даже сейчас не буду вот вмешиваться во внутрь, почему на формальной логике и так далее. Я просто хочу сказать, что вся история человечества выстроена таким образом, что веревочка все время вьется-бьется, все время какое-то… Ну вот все время Мюнхгаузен утопает в болоте, и все время он сам себя за эту косичку вытягивает, что является аналогом выражения, что сколько бы веревочка не вилась, и вот она вот вроде… Но она будет продолжаться. То есть вся человеческая цивилизация вот в этом смысле работает по принципу неразменного пятака, вьющейся вечно веревочки. То есть каждое столетие, каждое десятилетие, ну, постоянно оно переходит через беды и болота и постоянно себя вытягивает. И вот не то, чтобы там в этом нет никакой мистики, что это только так и может быть, а вот сама попытка это осознать, это увидеть – это действительно прерогатива диалектического мышления, мышления на основе диалектической логики. Потому что без нее это просто… Ну, то ли это незаметно, то ли это чудо. Ну, вот так вот я сказал, продам в ответ на твое заявление. То есть, да, действительно, это так. И это говорит лишь о том, что то, что происходит, не вписывается в наше сознание, которое, в общем-то, вырастает в мире, основанном на формальной логике, и только диалектическая логика позволяет более адекватно это увидеть и осознать, что вообще-то это не просто естественный процент вот такого вытаскивания, а только так и бывает. На этом закончили. И еще вторая штучка, второй деликатес. Опять же, на Дзенру один из наших учеников по твоему заданию сделал доклад, опубликовал статью, в которой была доказана необратимость мира. То есть, это мне порвало всю мою нейронную паутину в определенный момент и пришло, как, опять же, озарение какое-то. Оказывается, вот невозможно взять и вернуть мир в прежнее состояние, как какой-нибудь фильм, который можно перемотать и увидеть того же Чарли, выходящего из комнаты и садящегося в автомобиль и задним ходом уезжающего обратно в прошлое. То есть, мир буквально не может быть переигран на шаг назад. Представляете, то есть, совершенно не алгоритмизируем этот универсум, этот реалм. Вот эта идея, которую мы развивали в школе второй логики и оставили ее как открытым куаном, это то, что, ребята, подумайте о том, что жизнь нельзя повернуть назад. Вот это была интересная идея. И это мне действительно послужило отправной точкой для того, чтобы реально почувствовать беспомощность средств первой логики и апеллировать к чему-то намного более высшему. Плюс одно измерение. Вот такая еще концепция у нас была. Для того, чтобы сдвинуть точку, сдвинуть землю, нужна точка опоры. Архимедовская фраза. Вот этот бульон я хотел подчеркнуть. Мысль, конечно, очень красивая, очень мощная и конструктивная в том смысле, что выводы из нее и понимание, они в нужную сторону. Я даже ее комментировать особо там не могу, потому что все мои возникшие, ну, я скажу все-таки пару слов, но они такого, по крайней мере, на вид такого мистического характера эти комментарии будут. Так вот, да, действительно, такая простая вещь, что нельзя мир назад отодвинуть. Это же действительно так, его нельзя отодвинуть. И вроде это понятно просто и само собой разумеется, естественно, но это какая-то мощнейшая мысль, какая-то сравнимая с фатумом. Только фатум вперед, а это вот назад. Что-то такое потрясающее, очень здорово. А я здесь хотел такой небольшой, но почти смешной, то, что я говорю, мистический комментарий. Дело вот в чем. Почему ни один человек не может рассказать молодым людям о том, что было при советской власти? Вот не может. Все мы жили, а донести это не можем, рассказать об этом не может. В чем же причина? А причина вот в чем, что не в том дело, что у молодого человека нет каких-то представлений, нет каких-то там понятий. И вот мы ему пытаемся их донести и не можем их донести. Ничего подобного. Ситуация обратная. Для него естественным является ездить за границу. А мы ему должны рассказать об обществе, и он должен почувствовать, где ездить за границу нельзя. Но это не просто вот слова узнать, а в голове должно появиться, что ездить за границу нельзя. Вот тогда вот он это почувствует, что это невозможно. Но он не может это. То есть мы не прибавить должны некоторые понятия из его головы, чтобы он понял, а убрать их. Это как мама, роди меня обратно. Это невозможно. И вот в этом причина, что мы не можем донести, сами это зная, и во всех деталях и тонкостях, мы не можем тот мир донести до молодых людей, потому что мы должны, то, с чем они родились, и 20, или 30, или 40 лет, в чем жили, и то, что их формировало, не просто что-то лежит на какой-то полочке, а оно вступает в контакт с этим, с этим, с этим, и там вот это все. И вот мы это все должны вытащить. И еще и со стороны ему, как ему, а кто он теперь такой без этого всего, простой советский человек, показать. Вот. То есть невозможно. И, заканчивая свою мистику, я хочу сказать вторую часть. Вот если предположить, что есть божественное сознание, и вот мир продвинулся, и вот стал таким, вот, Радам, чтобы его вернуть на вот эту ступень, из божественного сознания нужно вот эти вот новые понятия и представления вытащить ниточка за ниточкой, как в случае с человеком, чтобы тот осознал, что это такое, а этот осознал одно, а для него осознание и реальность одно и то же. Осознал и реально стал таким. И это вот по такой же причине невозможно. Ну, сказал, зафиксировал, можно не разбирать. Такая вот экзотическая ремарка с моей стороны. Хорошо. Хорошо. Вот еще был большой вопрос, который, не знаю, сейчас почти, наверное, исчез, но вот тем не менее я еще думал про про то, что у нас есть слова. Вот если бы не было каких-нибудь слов, наши способности описывать какие-то явления, были бы там на порядке меньше. Но с другой стороны, вроде бы новых слов каких-то особо немного появляется. Ну и вот не знаю, как тут связано, ли способность моделировать, там, не знаю, со способностью придумывать новые слова или что-нибудь такое. Безусловно, это связано. Я не хочу нырять, потому что языки и не только различный словарный запас, но там разная структура языков, даже такое свойство языка как как эрготивность настолько определяет сознание людей. И вот по поводу связи языка и мышления это нужно будет попросить Виктора, Виктора, Виктор Вэй, попросить его, чтобы он буквально нам, может быть, прочитал какую-нибудь двухчасовую лекцию, а потом еще и поотвечал на вопросы. Я не даром вот этот вот термин употребил эрготивность. Ну, понятно, что он, так сказать, может оказаться малоизвестным, ну и вообще, надо же. Но что там интересно, что меня в тот момент просто не то чтобы с ног сбило, но близко к этому, как язык воздействует на сознание. Ну, в языках есть активный залог и страдательный залог. Уже когда вот я учился в школе, тем более сейчас, это никак там не изучается, а там в какой-то там в дореволюционных там гимназиях это было там общим местом. Но смысл такой, что я делаю что-то и что-то делаемо мною, вот я делаю что-то, это такой активный залог. А что-то делаемо мною, не я, а мною делаемо, это ну, пассивная форма, это страдательный залог. Так вот, в какой-то момент я такую заметку сделал, я вдруг увидел, что дети, ну, а также начинающие там народы или начинающие люди, не желая брать на себя ответственность, зная, что над ними стоят взрослые, поэтому я говорю начинающие люди, начинающие народы, и боясь ослушаться, боясь ошибиться, а они используют эту форму для того, чтобы снять с себя ответственность. И вот китайский язык, например, до сих пор устроен так, что это не я его ударил, а он был ударен моим кулаком. С одной стороны, это дает дополнительную созерцательность и меньшую активность и большую дружелюбность коллективизм, и вот эти все китайские церемонии. Но я предполагаю, что это родилось именно из детского сознания людей, когда они не хотят брать на себя ответственность. И это, собственно говоря, если это есть в языке из самого детства, это очень сильно формирует сознание людей, индивидуальное, коллективное. Но те, кто не знаком с этим языком и с этими особенностями, даже не подозревают, насколько сознание их отличается от сознания вот этих нас, например. Безусловно, сознание определяет мышление, язык определяет мышление, наверное, не в меньшей степени, чем бытие. Ну, наверное, так. Вот. Но я еще раз говорю, я не хочу уходить в языковые вот эти вот глубины, надо вот отдельную тему послушаем. А закончить я эту тему хочу демонстрации того, как ведут себя дети. Это из моей практики, я где-то это рассказывал, но повторю еще раз. Здесь, может быть, нет эргативности языковых конструкций, но есть, так сказать, дух вот этого всего движения к попытке снять с себя полностью ответственность за происходящее. Значит, два моих ребенка, когда они еще маленькие были, старшая и средняя, младшая, потом она родилась. и вот я слышу, значит, ну да, старшая, значит, была, допустим, четыре года, младшая, средняя, которая была, там младше два, и вот я слышу, там где-то за стеной, они там в комнате возят, слышу, что-то происходит, потом такой бум, и так, а-а-а-а-а-а-а-а, младшая, значит, орет, пищит. Я вызываю старшую и говорю, что там произошло? Она мне тут же, она мне тут же объясняет в своей модельности и ребенок маленький, но уже хитрый, чтобы снять с себя ответственность. Она мне просто говорит, там Жека плачет. Я спрашиваю, что там произошло, она мне объясняет, там Жека плачет. И тогда я умный мужчина, против которого этот четырехлетний ребенок клоп, загоняю ее в угол, своим мужским четким интеллектом и вопросом, почему она плачет? На что она мне тут же отвечает? Она маленькая. Вот вам аборгативность и языками снять ответственность. Ну, все, тут уж все, крыть нечем. хорошо. Мы подошли уже к окончанию нашей лекции. Я смотрю, по времени мы приблизились. И если там что-то у нас есть еще в фейсбуке или у кого-то из присутствующих, я готов ответить еще на один вопрос и предлагаю после этого закончить. Пожалуйста. Можно вопросик? Да, Александр. Это по прошлой лекции. У меня тогда возникла такая мысль и сейчас я озвучу это. Получается так, что диалектическая логика позволяет снимать противоречия те, которые первая логика не может обойти формальная логика. И противоречия эти снимаются тем, что мы раздвигаем границы, меняем границы рассмотрения, получаем более адекватную модель, в рамках которой эти противоречия уже не противоречия, а просто аспекты одного явления. Это просто часть, ну не части, а как бы это все одно целое получается. Но все равно мы иногда приходим к таким противопоставлениям, противоречиям, где перемещение границ уже не снимает эти противоречия. Они как бы не становятся диалектическими. Они остаются как абсолютными. то есть мне кажется, что есть предел, куда мы эти границы можем двигать. Они могут упереться, и дальше уже наша модель не расширяется, она уже не охватывает эти два противоречия, они остаются противопоставлениями. И треугольник остается треугольником, кругом, и они в конус уже не превращаются. Это я про тот пример, когда может ли Бог создать камень, который не может поднять. Я даже не знал, что ты этот пример приведешь, а уже собрался тебе отвечать со слов ты Александр абстракционер, а диалектическая логика она конкретна. А ты тут еще и про Бога с камнем, так ты абстракционер, абстракционер и еще и безграничник. Спасибо. Но я готов ответить на твой вопрос, если тебе нужно его дозадать, то дозадавай, я еще послушаю. Буквально два слова. То есть тут уже получается, что и твой ответ был, что нет, не может. То есть мы не можем сказать, что он одновременно и может и при этом не может. То есть А равно А и при этом А не равно А. Мы как бы одну сторону принимаем в данном вопросе. Все, я закончу. Хорошо. О, привет, молодой человек. Он не слышит, я в научниках. Ну, видит. Так вот, мой ответ будет коротким, но потом я его могу и развернуть. и начну я с этого короткого. Александр, диалектическая логика предназначена только для твоего действия. Только. Вот все противоречия, которые ты рассматриваешь с помощью диалектической логики, а точнее с помощью своего мышления на основе диалектической логики, когда ты вошел в пространство этого мышления, прошел по нему, адаптировался, там тебе стало уютно, ты после этого стал набирать высоту, мастерство, и стал мастером этого мышления, это нужно только тебе для одного, чтобы рассматривая действительность в виде моделей, видя это единство противоречий, выбирать в каждый момент направо или налево, то есть формировать свое действие, модель, вывод, действие, и в границе, когда ты рассматриваешь, ты обязательно будешь включать, что тебе нужно, то есть другими словами, твое предстоящее действие, как и твоя, как я говорил, система ценностей, многое другое, оно будет вмонтировано в твои границы рассмотрения. Я вот сейчас, подведя промежуточную черту, вот эту часть останавливаю свою, и говорю, диалектическая логика не рассматривает вопросы, что будет делать Бог, если создал не тот камень. Схоластика, ангелы на пупке, черти на конце иглы, пожалуйста, занимайтесь. Ответом этому будет громовое молчание Будды. Не интересует, все, что не относится к твоему, лично к твоему, Александр, действует. Это все абстракция, а точнее абстракционерство. И это не имеет отношения к диалектической логике, к мышлению диалектической логики, несмотря на то, что может показаться, что это вот оно и есть, так, посмотрели границы, раздвинули. Мало того, это не только не является мышлением на основе диалектической логики, а является противоположностью ему. Почему? Потому что мышление на основе диалектической логики предельно конкретно, а предельно конкретно оно только тогда, когда оно является твоим решением, когда оно решает твою конкретную проблему с учетом вот всего-всего-всего и когда оно превращается в твое конкретное действие. Или, другими словами, когда ты видишь бесконечность аспектов этого мира эти все противоречия и проанализировав это говоришь иду направо или иду налево а вот эти все так сказать размышления не тебя критикую но хочется же сказать богатение думкой да она все это вот это отдельно это пусть другие сидят неважно на лавочках башни слоновая кости опять что хочет пусть разбирают не касается ну да вот моя шутка видимо не удалась но это стиль стиль зощенко чё хочет вот и значит так и и и и и и и и и границы как бы ты не двигал не раздвигал это твой инструмент анализа действительности и кроме мышления вот ментального так посмотрю так посмотрю так осмысления и в этом смысле осознавания того что перед тобой еще там также участвует твоя система ценности твое представление о должном твое представление о правильном неправильном твое представление о том что нужно тебе твое и так далее так далее это знаешь это связано почему я говорил что вот от будды считаем а там до будды еще было потому что будда сделал великое дело до него существовало множество дхарм с маленькой буквы а он что это такое сейчас скажу а он сказал что год дхарма теперь с большой буквы будет а про те можете забыть но они еще долго оставались более тысячи лет в ходу но постепенно растворились смысл вот какой дхарма переводится как благой закон ну и так далее так далее это неважно сейчас нужно воспринимать дхарму как нравственный долг как морально-нравственный долг как должное для тебя то что ты считаешь правильным и необходимым для выполнение и и что такое дхарма с маленькой буквы ну вот есть дхарма сына дхарма отца дхарма мужа дхарма военачальника дхарма офицера дхарма солдата как идеальное поведение да даже дхарма там раба не говоря уже о том что дхарма винаторговца или дхарма там колесничева или дхарма царя или дхарма правителя дхарма министра советника который должен говорить правду и так далее весь мир был разбит над дхармекс к в соответствии с социальными статусами прежде всего ну и с функционалом что только функционал проблема в том вот индарийском обществе до будды за две тысячи лет например за четыре она выглядела так что ты должен ну вот слушаться своих родителей мать отца почему ты должен слушаться и почему ты должен получать их благословение и что значит благословение в глубинной так сказать вот системе там необходимое человечеству я вот зафиксирую эту тему а вот в следующий раз в следующий через следующий если кто-то вспомнит и вернется я расскажу подробно вот это вот все а сейчас пока пока скажу так что в том обществе вот тебе говорит мать вот то 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 и ты как сын должен значит выполнять все что вот она говорила говорит и даже салон это гораздо позже чем вот все эти индарийские корни когда он крезу рассказывает крез его спрашивает правда я вот счастливый человек показывая ему свои перстни драгоценные одежды на что салон говорит ну подождите там нужно дождаться конца жизни тогда скажут а я вот знаю что тут у одной матери значит вот были сыновья они весь день работали а там был праздник а они жили бедно и они когда вернулись с поля мать посадили на тележку и значит туда вот бегом ее отвезли чтобы она успела и вот привезли а потом домой привезли выполнили свой сыновый долг и упали замертво и вот и вот и это все равно это достойно там и все значит вот люди говорили какая счастливая мать как ради нее там сыновья ну не важно какая у них там система ценности но важно что вот это дело не для матери чего-то оно еще у древних греков вот было вот таким вот вот чем то а чем древнее тем оно еще больше ну фактически родители были на месте божества на месте равных не богат вот а вот дхарма твоя как мужа это защищать быть защитником и все это такое и ты попадаешь в ситуацию а эта ситуация стандартно когда мама тебе говорит не нравится мне твоя жена потому что она не туда кастрюлю поставила и вообще ее нужно выгнать и вот у тебя наступает столкновение твоих дхарм как мужа и как сына вот если ты будешь писать какой-нибудь роман и тебе нужно будет изобразить конфликт и ты думаешь какой же конфликт вспомни что каждый человек является носителем вот этих дхарм то есть вот этих социально функциональных одежды и он постоянно попадает в диалектическое противоречие вот с этими дхармами вот один там спартанский царь очень честно и закон соблюдал и защищал его всячески но только когда это не касалось его друзей все над ним смеялись что же такое как твои друзья так ты начинаешь тут что то там такое вот не так защищать закон а это типичное столкновение дхарм кто такой спартанский царь это честно благородный человек который всегда идет до конца и он идет до конца в защите закона но точно так же он идет до конца в защите своих друзей и он обязательно попадет в ситуацию столкновения дхарм и тогда он просто делает вывод какой вывод на основе всего всего направо или налево и он говорит я делаю вот такой а то что люди говорят и смеются надо мной издержки поэтому любой роман и любое развитие в романе это столкновение дхарм оно может быть или вот такое или сначала человек начинает так а вот потом он становится таким и вон он происходит вот ты стал великим романистом теперь промежуточный значит вот эффект вот а я а я продолжу из того что вот я говорил так всяк дхарма мужа уже и в чем вот классная интересная фишка уже то общество за 2000 лет до будды знала это вот просто вот они знали это было общим местом что дхарма зависит от места время от обстоятельств что нет такого знаешь это потом более простые народы уже которые после вот 10 заповедей но так проще а те они знали что все очень сложно и вот так зависит так зависит ну понятно тут есть там веды тут там еще что-то там какие-то ориентиры но я говорю общим местом это было то что применение и соответственно истинность действия истинность решения она зависела от контекста от границ целое общество которое знает что такое границы рассмотрения процессов явлений и ориентируется таким образом в тонких вещах и вот именно это заложено как самая большая глубина понятия дхармы с маленькой буквы и общество усложняется их много судить очень трудно потому что но закон это какая-то отливка это а тут вот так вот так вот так вот так вот так и можно сказать что это вот общество если сравнивать с львом толстым написала вот войну и мир скольки в двух томах в двух не в четырех же а вот написала это 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 и уже никто особо и не читает войну и мир какие-то более короткие вещи и соответственно на каком-то этапе развития появляется целая индустрия которая война и мир на двенадцати страницах нужно нужно конечно нужно культуриваться будем и вообще знать и понимать ну я смеюсь но примерно такая ситуация была с буддой и ему до сих пор все так сказать индуистское общество это мы называем индуизм а сам сама себя называют это религией или и там ну что-то типа религии учения о благородной дхарме передаваемое там что-то как-то это мы говорим индуизм а у них там вот зашито вот вот это причем слова дхарма там воспринимается именно как дух как морально-нравственный закон всеобщий там вселенский доходящий до каждого конкретного человека и его действия так вот приводя пример льва толстого и значит войну и мир на двенадцати страницах я я шучу но в этом есть некий смысл то есть что сделал будда он отодвинул все дхармы но в чем мой смех он не просто это взял и сплющил войну и мир он действительно сделал следующий шаг несмотря на то что если так посмотреть это он сплюснул а если так посмотреть это вну совершенствовал и отточил и суть отточил на основе того так сказать начального материала сырья фактически культурного как я говорил что все что создается но потом становится материалом для следующих там строений что он сделал он ввел такое понятие как дхарма с большой буквы это твой морально-нравственный долг твой долг который выражается в том что несмотря ни на что ты должен стремиться к истине это долг не отца не мужа это долг человека это долг тебя как божественной сущности как человека как сердцевины как сути твоей ты должен стремиться к истине и наоборот твое не стремление к истине во всех формах ложь преступления и так далее но вот это грех и соответственно тогда тезис будды заключался в следующем что вот если ты стремишься к дхарме с большой большой дхарма к истине то тогда ты будешь и хорошим мужем и полководцем хорошим и сыном и отцом кем угодно и наоборот если ты не стремишься к истине а только так сказать имитируешь только проповедуешь то что не исповедуешь опять экзистенция и вот если ты не стремишься к истине то как бы ты себя не изображал хорошего полководца хорошего солдата хорошего мужа хорошая грош тебе цена ничего у тебя не выйдет можешь не стараться и значит меня буду не дурить ну примерно таков был посыл вот и соответственно общество вот это восприняло и вот это вот путь стремления к дхарме к постижению дхармы с большой рукой применение ее в жизни к подчинение всей своей жизни этому в своем высшем выражении это и является то что называется путь бодхисаттвы тот кто настолько стремится к жизни что единственная его цель смысл и проявление это помощь живым существам вот в этом вот их пути к этому стремлению чтобы они становились все лучше и лучше в этом стремлении я прошу прощения мне это похоже что иисус тоже сделал похожее или ошибаюсь иисус ну опять ты сам так вопрос задаешь а у нас тут я бы тебе ответил на этот вопрос что да так или нет не так раз ты мне даешь возможность проводить границы я их проведу но так как мы учимся проводить я обращаю твое внимание что ты говоришь похоже это означает так посмотри да похоже а так посмотри не не похоже другое вот иисус это дело в другом так сказать историческом контексте да он это делал похоже и похоже он тоже нес это уже там диалектику например например он он говорил там что такое что типа ну я уж не помню типа возлюбим лишнего как своему самого самого себя ну то есть и я или там что-то такое что про любовь и в то же время говорил не мир я вам принес но меч ну и так далее то есть в одном месте одно потом другое и вот это точно так же как в алмазной сутре вот и вот то что я говорил один полюс другой и вот вот она идет 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 но его учение в этом плане в диалектическом было не такое сложное то есть оно то не могло быть не диалектическим если но она отражение вселенной более-менее адекватное но учитывая так сказать менталитет воспринимающих и вообще все такое ты вся диалектическая его там суть она была ну несколько так сказать смягчена убрана но это все это все там есть просто у будды это еще более явно вот и ну можно так сказать иисус сразу принес религию и он сразу сын божий ну его назвать сын божий неправильно это сын человеческий то есть сын бога в человеческом обличии а вот а то что придется будды это было исключительно философское учение это просто учение то что оно превратилось в религию в мировую религию тоже люди постарались будды вообще такой цели нету и этим ну вот принципиально там отличается хотя и там сангха и здесь церковь ну как сообщество тех кто и здесь преданные и здесь верующие ну да да и в этом смысле вот основное это то что чань буддизм и дзен это не религия никогда религия не были никогда религия не а христианство общем-то родилось сразу как религия поэтому одно и то что ну да очень похоже разное ну да принципиально разное ну и так далее если вглубь вникать там тоже большое количество аспектов как исходных так и различных спасибо даже если вот мы берем то понимание ну вот в буддизме оно неразрывно связано с просветлением с блаженством ну вот просветление понимание а в христианстве и это тоже правильно иисус ни в коем случае не заблуждался так и есть верующие этого не видят а в христианстве высота понимания самое высокое понимание связанная связано с колоссальной высотой боли это вот страсти христовы то есть не войти никуда без вот этого ну и плюс христос это жертва за людей ну вот в этой вот всей вот истории про первородный грех а там не первородного греха не жертвами там вообще нет не только религии там даже понятия бог а здесь она есть и так далее закончили этот вопрос вот я ответил а предыдущий твой ответ был твой вопрос я на него ответил до там где до конца что-то мы там говорили как мы выскочили на христа а про тхарму вот про тхарму я тебе сказал что тхарма с большой буквы и это маленькой с большой да 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 с маленькой большой разновидность достижения господа отпускайте меня время 18.02 рад был вас видеть увидимся с вами если не совсем это с некоторыми завтра по теме кого-то древняя греция послезавтра по теме дзен хотя и тут мы в дзен прям по уши залезли вот очень рад видеть тебя радам тебя александр риота тебя сергей харитонов то у нас тут есть тебя владимир барановский рад видеть вот татьяна куренкова я тебя не вижу но рад вася ушел куда-то все равно и все равно я рад и всем я вам говорю до свидания спасибо до свидания спасибо до свидания асибочки вася зайди в skype вася до свидания александр александр